С наступившими и с наступающими праздниками. Приветствую всех, кто, несмотря на выходные дни, к нам сегодня подключился. У нас сегодня тема, опять-таки, относительно Рыбуско направлена, но это тематика, о которой, в принципе, мы получали неоднократно запросы, поскольку, несмотря на то, что фосфомедицин препарат с нами, находящийся далеко не первый, не второй год, даже не первый второй десяток лет, но, безусловно, мы много знаем про пероральный фосфомедицин, внутривенный же фосфомедицин, то есть он у нас есть в наличии в нашей стране, но вопросы, они остаются на самом деле, то, где же действительно нам этот препарат нужен. Ну и, соответственно, мы сегодня с разных сторон попытаемся на эту тему поговорить, вспомним про основные характеристики формальные, микробологические, фармакологические. Далее мы ознакомимся с тем объемом, да, то есть данных клинических, которые есть по внутривенному применению фосфомедицина, какие же у нас есть доказательные данные, да, то есть какие исследования были сделаны. И в конечном итоге вот Владимир Натальевич Кулабухов, которого я приветствую, я тоже сейчас онлайн. Добрый день, добрый день, дорогие коллеги. Да, с точки зрения реаниматолога, значит, попытается расставить точки над всеми буквами, да, соответственно, где же действительно нам данный препарат нужен потенциально и полезен. Ну, как всегда, мы с вами, давайте начнем с новостей. Сегодня у нас не в записи, да, то есть прямо-таки непосредственно будет онлайн присутствовать, потому что присутствует Александр Валерьевич Веселов. Насколько я понимаю, сегодня новости у него будут достаточно разнообразные, да, Александр Валерьевич? Добрый день, уважаемые коллеги. Да, Андрей Владимирович разнообразный, Владимир Витальевич, добрый день. Ну, никуда не деться нам от SARS-CoV-2, если можно, пожалуйста, убрать нашу заставку красивую, чтобы я включил презентацию. Никуда нам, да, не деться, в общем-то, поэтому часть новостей, наверное, половина будет как раз посвящена все-таки этой теме. Я начну с исследования, которое было опубликовано в журнале Lancet 1 мая этого года и касается оно препарата, которым вы, я думаю, что уже все наслышаны предостаточно. Этот препарат называется тоцелизумаб, препарат, который является рекоменантными гуманизированными моноклональными антителами к интерлейкину-6. Он воздействует и на мембранные, и на растворимые рецепторы к интерлейкину-6. В общем-то, на сегодняшний день уже проведено 8 исследований, 7 из них сказали нам о том, что, в общем-то, тоцелизумаб не очень как-то работает. Одно исследование показало, что он оказывает положительное влияние у пациентов с COVID-19. И, в общем-то, наверное, тема была бы закрыта, но здесь вдруг оказывается, что у нас появляется большая когорта пациентов в рамках исследования Рекавери. Я напомню, что Рекавери – это рандомизированное, контролируемое, платформенное клиническое исследование, даже, скорее всего, это, наверное, платформа, да, для оценки любой возможной терапии, то есть исследованной потенциальной терапии у госпитализированных пациентов с COVID-19. В исследовании Рекавери, пригодные для участия пациентов, включались в том случае, если у них была клиническая вероятная или лабораторно подтвержденная инфекция SARS-CoV-2. Ну и не было каких-то состояний, которые потенциально могли бы ухудшить и нанести вред, да, состоянию пациента. Важно, что все пациенты получали стандартную терапию. Здесь это все зависело от стационара конкретного, то есть то, что использовалось, ну, естественно, какие-то протоколы международной рекомендации. И исходная базовая родомизация включала в себя три основные части. Часть первая – это отсутствие дополнительной терапии в сравнении либо с дексаметазоном, либо лопенавир-ретонавир, либо гидроксихлорохин, либо азитромицин, либо колхицин. Причем, что самое главное в рамках исследования рекавери, группа пациентов могли меняться, препараты могли меняться. То есть это вот достаточно такая была и есть, в общем-то, мобильная платформа, которая позволяла, позволяет по-разному исследовать новые какие-то подходы к лечению пациентов с COVID-19 в стационаре. Вторая часть – нет дополнительной терапии в сравнении с плазмой выздоровевших пациентов, либо с Рейнкофф-2, это такой, ну, скажем, коктейль из двух моноклональных антител. Ну и третья часть – это отсутствие дополнительной терапии и здесь сравнение с аспирином. Вот в период до 21 дня после этой вот исходной базовой рандомизации за пациентами наблюдали, смотрели за состояниями и в том случае, если у них возникало прогрессирование COVID-19, что оценивалось как сатурация при отсутствии кислородной поддержки менее 92%, либо любая потребность кислороде и С-реактивный белок более или равен 75 мг на литр, они могли быть рандомизированы в группу тоцелезумаб или то остаться только на своей стандартной терапии, вот на той базовой терапии, которую они получили во время исходной рандомизации. Вот с апреля 2020 года, в общем-то, уже достаточно большой период исследования, по январь 2021 года было включено, посмотрите, 4116 взрослых пациентов из более чем 21 тысячи пациентов, которые были включены в исследование рекавери. Количество пациентов в рамках данного исследования, оно примерно в 4 раза превышает количество всех пациентов, которые были включены во все предыдущие исследования тоцелезумаба. Обратите внимание, что среди этих пациентов 82 пациента находились на терапии системными глюкокортикоидами. Основная и конечная точка это 28-дневная летальность в ITT популяции, это такая стандартная достаточно точка для таких исследований. Ну и посмотрите, что получилось. 31% из 2022 пациентов в группе тоцелезумаба и 35% из 2094 пациентов в группе стандартной терапии статистически достоверное различие в пользу тоцелезумаба. Сходные результаты были получены во всех предопределенных подгруппах, включая тех пациентов, которые находились на системной терапии глюкокортикоидами. У пациентов в группе тоцелезумаба также была большая вероятность выписки в пределах 28 дней, 57% в сравнении с 50% на стандартной терапии, также статистически достоверное различие. Среди пациентов, не находящихся на ИВЛ в группе тоцелезумаба была меньшая вероятность достижения так называемой композитной, ну или комбинированной конечной точки, которая подразумевала два исхода, либо перевод пациента на искусственную вентиляцию, либо летальный исход. 35% в группе тоцелезумаба, 42% в группе стандартной терапии. Опять мы здесь имеем статистически достоверное различие. Ну вот здесь представлено с левой стороны график, который нам четко показывает различие между тоцелезумабой и обычной терапией в отношении нашей основной конечной точки, то есть это 28-дневная летальность. И в правой части таблицы мы видим несколько вторичных конечных точек, которые показали также достоверное различие между двумя группами. Это выписка из стационара в пределах 28 дней, это перевод на инвазивную вентиляцию или летальный исход у пациента. Везде статистически достоверное различие и, в общем-то, авторы делают вывод, что у госпитализированных пациентов с COVID-19, у которых есть гипоксия и системное воспаление, тоцелезумаб улучшает выживаемость и клинические исходы. Причем это не зависело от объемов респираторной поддержки и это дополняет положительное влияние системных глюкокортикостероидов во всех подгруппах. Кроме того, эти исследования были объединены и был проведен мета-анализ. То есть, посмотрите, мы имеем верхнюю и левую стороны таблицы, верхняя часть, это 8 вот этих вот первых исследований с такими вот непонятными результатами, за исключением одного из них. И, в общем-то, здесь какой-то вывод было сделать достаточно сложно. Ну, затем мы подключаем исследование рекавери, посмотрите по количеству пациентов 2022 в группе тоцелезумаба и достаточно четко мы видим смещение в сторону, в пользу тоцелезумаба. Различие со стандартной терапией здесь составило 14%. Ну, в общем-то, теперь можно сделать вывод о том, что все-таки о данном препарате стоит говорить только с положительной стороны. Второе исследование. Я, скажем так, ожидал это исследование, ожидал направления этого исследования, что оно появится. Как оказалось, что оно, оказывается, идет уже с апреля 2020 года. Немножко расскажу. Речь идет о препарате Комостат Месилат. Ну, для этого нам необходимо немножко вспомнить один из вебинаров, который касался взаимодействия ингибиторов АПФ, точнее вообще ангиотензин превращающего фермента и вируса SARS-CoV-2. И здесь мы должны вспомнить о том, что для того, чтобы спайк-белок у нас соединился с рецептором АПФ-2, нам необходимо, чтобы он был разрезан в определенных частях с помощью определенных протеаз. Если вы помните, одна из них называлась первая, это трансмембранная сериновая протеаза второго типа TMPRSS-2. И вторая протеаза, которая была открыта значимо позже применительно к данному вирусу, это фурин. Так вот, Комостат Месилат – это препарат, который был синтезирован еще в 1980 году в Японии. И, в общем-то, до сих пор, насколько мне известно, он зарегистрирован только в этой стране и используется для лечения хронического панкреатита и рефлюксной изофагальной болезни, в частности, в послеоперационном периоде. Ну, такие интересные показания. Но на самом деле, да, в патогенезе протеазы играют здесь определенную роль. Кроме того, он исследовался при нескольких формах злокачественных новообразований, ну и показал активность в отношении нескольких вирусов. Ну и в том числе, как оказалось, он показал высокую противовирусную активность в отношении SARS-CoV-2 in vitro. И на мышиной модели InViva он оказался также высоко активен против SARS-CoV-1. То есть, по сути, данный препарат, что делает? Он блокирует вот эту трансмембранную сириновую протеазу TMPRSS2. И, по идее, что должно получиться? У нас спайк-белок не должен быть разрезан в определенном месте. Соответственно, какое-то затруднение связывания с рецептором АПФ-2, соответственно, вирусная нагрузка, то есть проникновение в клетку вируса должно каким-то образом быть снижено. Это было двойное слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование у пациентов, которые были госпитализированы с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2. Они должны были быть госпитализированы, точнее, препарат назначался в том случае, если они были госпитализированы в пределах 48 часов. Вот тогда препарат мог быть назначен и после поступления, и пациенты рандомизировались, соответственно, в группу Комостата-Месилета, либо в группу Плацебо. Основной конечной точкой здесь было время до выписки или клиническое улучшение на 2 балла по стандартной 7-бальной шкале оценки. Ну и в качестве других исходов здесь была 30-дневная летальность, безопасность и вирусная нагрузка в ротоглотке. Ну, хотел бы обратить сразу внимание, и, в общем-то, потом уже в обсуждении авторы данного исследования возвращаются к этому вопросу, что у пациентов препарат мог быть назначен только в пределах 48 часов после поступления в стационар. Более того, это стационарные пациенты. То есть я хочу сразу обратить внимание, что мы не знаем, какой, ну, примерно даже не представляем, какую длительность такой анамнез был до поступления в стационар, какое количество времени прошло с момента инфицирования. Это очень и очень важный нюанс. Ну, в общем-то, ничего не вышло. В группу Комостат-Месилат у нас было рандомизировано 137 пациентов, плацебо – 68. Медиана времени до клинического улучшения абсолютным образом не различалась между группами. Отношение рисков для 30-дневной летальности группой Комостат-Месилат и плацебо было 0,82, то есть тоже статистически достоверного различия здесь не было. Ну, слава богу, он оказался безопасным. То есть различий в частоте по нежелательным явлениям здесь также не произошло. Ну и, в общем-то, авторы опять делают вывод о том, что в данном исследовании терапия Комостатом-Месилатом не была связана с увеличением частоты нежелательных явлений во время госпитализации в связи с COVID-19, но эта терапия и не влияла на время до наступления клинического улучшения, перевода варит или показателей летальности. Это, в общем-то, хорошо видно с правой стороны. Модифицирована ITT-популяция и перпротокол популяция. Это также не зависело от того, требовалась ли кислородная поддержка пациенту или нет, получал ли пациент ремдозивир. Обращаю внимание, здесь выбрал ремдозивир, потому что исследование началось еще весной прошлого года, то есть тогда препарат использовался достаточно широко. Но почему же все-таки произошло именно так? Я еще раз вернусь к тому моменту, что, скорее всего, пациенты даже через 48 часов после поступления в стационар уже имеют начавшиеся провоспалительные реакции, которые связаны с формированием цитокина. То есть, по большому счету, скорее всего, комостат-месилат необходим пациентам буквально в первые часы после того, как заподозрена или диагностирована подтверждена данная инфекция. То есть еще до появления симптомов и уж тем более до того момента, когда пациенту требуется госпитализация действительно. Другим моментом может быть то, что неправильно подобрана доза, потому что здесь была взята стандартная зарегистрированная доза, которая используется в Японии. Концентрацию здесь в этом исследовании никто не отслеживал. Соответственно, неизвестно, какая концентрация данного препарата у нас находится, например, в верхних дыхательных путях. То есть, это исследователи сказать не могли. Возможно, еще одним вариантом является то, что действительно мы опоздали с репликацией вируса. И здесь, наверное, в большей степени влияет тот момент, что SARS-CoV-2, в отличие от, например, SARS-CoV-1, обладает двумя протеазами, да, то есть я уже напомнил, что это TMP-SS2, а вторая – это фурин. В принципе, камостат месила должен воздействовать на фурин, потому что он тоже относится к сериноподобным протеазам, но так как они дополняют друг другу, помогают друг другу, по всей видимости, блокада одного, блокада одной из какой-то протеаз, все-таки оставляет шанс для действия второй протеаза. И в этой ситуации вообще контагиозность и вирулентность данного патогена, она значимо выше, чем SARS-CoV-1, да, именно вот из-за того, что у него есть эти две протеазы, которые помогают друг другу и ускоряют процесс соединения с рецептором и, соответственно, проникновения вируса в клетку. Ну, вот такое исследование, которое, в общем-то, оно достаточно, наверное, было очевидным уже по своим исходам при его планировании, то есть надо было это учесть, особенно если вы госпитализируете пациентов, исследуете пациентов, которые уже госпитализированы и которые за спиной уже имеют несколько дней репликации вируса, то есть возможность здесь просто уже мишени действия, значимой мишени действия нет, к сожалению. Буквально два слова, это так называемый пост-хок анализ исследований за луконозола, напомню, за луконозол это последний, вернее, ну, назовем крайний, хотя я не люблю это слово, из зарегистрированных триазолов в мире и в нашей стране, да, который исследовался в двух опорных исследованиях, это Secure и Vital, и в рамках данного исследования сейчас были проанализированы только пациенты, у которых был инвазивный грибковый синусит. Это достаточно тяжелая форма мицелляльного микоза, локализации мицелляльного микоза, которая трудно поддается лечению, в связи с тем, что, да, в пазухах очень часто находятся большие скопления масс, которые просто не позволяют препарату достичь необходимой концентрации. Что получили в данном исследовании, в данном, ну, подисследовании, назовем это так, 50 пациентов. Да, действительно, набрать пациентов с инвазивным грибковым синуситом достаточно сложно. Обратите внимание, что 88% этих пациентов имели синусит, который был вызван мукормицетами, совсем проблемными возбудителями, еще проблемнее, чем грибы рода Аспергинс. Что получилось? Оказалось, что изауконозол приводил к выживаемости таким пациентам на 42-й день у 82%. Это вообще просто запредельный показатель. И на 84-й день у 70%, что также является очень и очень хорошим цифровым значением в отношении именно мукормикоза, ну, и в том числе инвазивного грибкового синусита, вызванного грибами рода Аспергинс. Если мы посмотрим, ну, относительно недавно опубликованный систематический обзор, ну, где отсутствовало изауконозол по понятной причине, потому что его тогда еще, в принципе, не было, посмотрите, то есть максимальный показатель выживаемости у таких пациентов не превышал 50%. Поэтому, конечно, ну, вот я хочу обратить на это внимание, что изауконозол в этом плане нам может быть, нам может очень помочь. Ну, и последняя новость о том, что произошло 28 апреля, это уже, в общем-то, уже не новость даже, это приобретение компании Pfizer, частной компании Amplex Pharmaceuticals. Характерно то, что компания Amplex Pharmaceuticals разрабатывала свои препараты очень и очень долго, и она, в общем-то, сама с помощью контрактных организаций начала проведение исследования своего основного препарата, основной молекулы, фосмана Гепикс или АПХ-001. Это новый противогрибковый препарат с абсолютно новым механизмом действия, который связан с ингибированием инозитол-ацил-трансфераза. Это очень многообещающая молекула, я думаю, что поэтому, конечно, Pfizer здесь не растерялся, и это хорошо, что он забрал, я думаю, что теперь это, скажем так, пойдет значимо быстрее в плане проведения клинических исследований. Я хотел бы обратить внимание на абсолютно новый механизм действия, на пока не описанный ни один из механизмов резистентности для данного препарата, и что самое главное, это появление активности. Посмотрите, это сочетание активности и в отношении грибов рода Aspergillus, в отношении грибов рода Candida, включая проблемную Candida Auris, активность в отношении Mucoralis, активность в отношении с Cedosporium, то есть у нас, может быть, наконец-то появится препарат, который будет иметь нормальную активность в отношении и с Cedosporium apiospermum, возможно, и против Lamentosporum prolificans. В отношении криптокока существует активность, но и в отношении возбудителя одного из эндемичных микозов, как Cedioides imidus. Ну, вряд ли активность в отношении Candida Cruzea, но это всегда был такой проблемный и скользкий возбудитель. В настоящее время завершены клинические исследования первой и второй фазы, то есть, посмотрите, инвазивный кандидоз, кандидемия, у нас завершена вторая фаза, то есть ожидаем перехода уже на третью фазу, что очень-очень хорошо. При инвазивном аспергиллезе у нас сейчас идет вторая фаза, при криптокококозе пока доклинические исследования. Исследование в отношении Candida Auris пока приостановлено, но приостановлено она только в связи с организационными проблемами и, как написано на сайте компании, в связи с пандемией COVID-19, то есть они оставляют пока приоритетом исследования в отношении инвазивного кандидоза и кандидемии. Ну, будем надеяться, что все восстановится и все исследования благополучно завершатся. Но надо помнить, еще раз я повторюсь о том, что это одна из, наверное, двух или трех самых перспективных молекул, которые мы очень-очень будем ожидать появления на рынке уже в качестве зарегистрированного лекарственного препарата. Спасибо, коллеги. Я смотрю, были большие жалобы со связью. Александр Александрович, спасибо, коллеги. По поводу проблем со связью, значит, он действительно, они вот здесь в зависимости от провайдера, я так понимаю, что могут присутствовать. Перезагрузка часто помогает, либо можно отключать видео, да, то есть докладчика. Соответственно, вы не будете видеть докладчика, только слышать его. Или докладчик может отключить себя. Да. Ну, и кроме того, как всегда, в записи на YouTube-канале МакМах вы сможете ознакомиться с данным вебинаром, если уж совсем непредалимые со связью проблемы. Александр Александрович, спасибо еще раз, очень интересно было. А вот мне подскажете, а фосфоногепикс, значит, или фосфоногепикс, да, то есть удаление непонятно. Это я тоже не знаю, правильно пока еще. Стой, да. А там по безопасности какие-то есть уже данные или нет? Дело в том, что они пока не опубликовали никаких результатов исследований при инвазивном кандидозе, кандидемии. То есть пока предварительно сказать ничего нельзя. Честно говоря, у меня их нет, и я их не нашел. Александр Александрович, а по вакцинам там какие-то новости есть, вот последние, против COVID-19? По вакцинам, конечно, есть. У нас сегодня зарегистрировано спутник Лайт. Вот так что в России у нас теперь, я уже не знаю, скоро их будет, наверное, 10. И спутник ВИИ у нас, оказывается, должен обеспечить иммунитет на 3 года, как сказал товарищ Гинсбург. Значит, спутник Лайт, по всей видимости, на полтора. Показания меняются, короче. Да. Александр Александрович, еще вот здесь есть, видимо, вопрос. Есть ли данные по тоцелезумабу, что в долгосрочном периоде он снижает иммунитет и повышает риск вторичных инфекций? Ну, конечно, это препарат, который действительно повышает риск развития вторичных инфекций. Должен, естественно, ну как, мы должны ожидать. Но вот буквально, не помню, на прошлой, по-моему, на прошлой неделе наши коллеги американские опубликовали очередное исследование, где было большое количество иммунотерапии, исследовано, комплексно взяты ретроспективные данные в отношении частоты коинфекции на их фоне. Очень низкий процент. Они сказали, что, в общем-то, ну... Ну, это коинфекции, а здесь надо понимать, что, конечно же, вот... Ну, а каких долгосрочных? Я просто, ну, мне сложно сказать, сколько его надо принимать, чтобы был риск. Ну, в принципе, если мы посмотрим вообще, да, то есть, ну, вот ингибиторы интерфина-6, то там, соответственно, это и фактор риска для туберкулеза в дальнейшем и так далее. То есть, ну, понятно, здесь мы балансируем всегда между позитивными и негативными. Ну, по крайней мере, в рамках этого исследования, то есть, ну, вот в том материале, который они представили, они об этом не обмолвились, поэтому... Понятно. Коллеги, какие-то есть еще вопросы к Александру Валерьевичу по новостям, которые он озвучил? Пожалуйста, пишите в чате, соответственно, в чате Александр Валерьевич ответит. И еще у меня вот вопрос, может быть, я не знаю, если кто-то слышал, тут мода какая-то вроде бы начинает идти в плане реабилитации пациентов с ковидом, значит, элькарнитин им давать почему-то. Причем там уже наблюдаются случаи развития психозов у тех, у кого изначально были какие-то проблемы с ЦНС. По этому вопросу никто не может сказать ничего. О, Андрей Валерьевич, элькарнитин-то давно используется в спорте, поэтому сейчас чего только не будут предлагать. На самом деле, мне кажется, большая проблема, но не сегодняшняя тема, может быть, отдельно потом поговорим, а появилось такое понятие, как постковидный синдром. Это больные совершенно другие, мы тут не так давно встречались с коллегами, обсуждали, и действительно, это проблема, с которой мы только стали сталкиваться. Пациенты, пережившие ковид, и формально здоровые люди, но, увы, у них протекают все другие болезни, немного иначе и с худшим результатом. Мы сейчас только начинаем пожинать плоды того, что было, это надо еще осознать будет. Я думаю, где-нибудь, ну, может быть, летом или ближе к осени поговорить надо, стоит об этом. А что касается реабилитации, вот после ковида, ну, тут от аборта до ящера, что называется, от дыхательных упражнений и заканчивая элькарнитином, тоже очень много чего непонятно, что происходит. Тем более, как мы видим сейчас, по всей видимости, новые штаммы появились, индийский штамм там, ну, уж понятно, он есть, и, видимо, и в России он тоже появился. Мы видим сейчас совершенно других пациентов. Ну, вот. А элькарнитин можно есть, это не вредно. Ну, смотрите, то есть элькарнитин-то, значит, там есть тоже нюансы определенные, да, то есть, например, элькарнитин лицам, у которых изначально есть, ну, допустим, какие-то биполярные расстройства, да, то есть, ну, не очень хорошо принимать можно, можно, значит... В качестве эксперимента. Да, фактически. Лица с биполярными расстройствами, в принципе, нехорошие. И что, не принимаешь? Не дай бог, да. Хуже, хуже некоторых инфекций. Даже многих. Не лечится. Ну, ладно. Ну, что, Александр Ильич, спасибо. Еще раз, если вопросы будут, тогда, соответственно, в чате. Значит, ну, теперь давайте, коллеги, поговорим про основные характеристики фосфомедицины. В принципе, у нас до этого был вебинар по применению фосфомедицина перорального при инфекциях мочевых путей. Ну, и понятно, что препарат один и тот же, да, то есть, соответственно, информация будет очень похожая, но с некоторыми дополнительными нюансами, соответственно. Значит, ну, вообще, давайте вспомним, что же такое фосфомедицин. Фосфомедицин – это достаточно такой отдельно стоящий антибактериальный препарат. Это единственный представитель группы, так называемых, фосфонатов или производных фосфоновой кислоты. Больше применяемых препаратов из этой группы клинически нет, да, но их вообще нет. Ну, и фосфомедицин еще уникален другими моментами, такими, например, как своё химическое строительство, что это самая маленькая антимикробная молекула, которая применяется клинически. То есть, фосфомедицин – это самый маленький антибиотик. И это вовсе не новый препарат. Мы видим, что был открыт он в конце 60-х годов, значит, в принципе, там история открытия, она была такая, ну, двоякая, да, то есть это испанские коллеги, американские, значит, выделили, причем из разных продуцентов данный препарат. Но в целом, да, то есть в целом, наверное, вот приоритетным можно считать открытие фосфомедицина компании СЭПА в сотрудничестве с компанией Merkin Company на то время, да, то есть компанией, которая MSD сейчас называется. Значит, фосфомедицин, как и многие другие антимикробные молекулы, был получен из культуры стрептомицид. Причем фосфомедицин, который, правда, изначально, да, называли фосфономицином, в дальнейшем появилось название фосфомедицин. Значит, мы видим, что он продуцируется несколькими стрептомицидами. И то, что оказалось очень полезным, да, то есть эта маленькая молекула, достаточно простая, она может быть легко химически синтезирована. То есть несмотря на то, что препарат изначально, да, то есть это природный антибиотик, но очень быстро его начали полный химический синтез. Соответственно, полный химический синтез, это проще, да, чем получать, получать, соответственно, препарат, изначально сырье для препарата из культуры микроорганизмов. Ну и в целом коммерческая история фосфомедицина началась в 71-м году. Изначально была кальциевая соль фосфомедицина, которую пытались применять перорально, но имела место низкая биодоступность, и препарат вот в таком виде не получил распространения. В дальнейшем с целью улучшения биодоступности, значит, начал применяться фосфомедицина, фосфомедицина траметамол. Естественно, пероральный препарат, да, то есть интервенно фосфомедицина траметамол никто не применяет, да, то есть и мы видим, что вот именно появление фосфомедицина траметамола и послужило тем толчком достаточно широкого применения фосфомедицина, имеется пероральное применение при инфекциях мочевых путей, соответственно. Но в последние десятилетия отмечается определенный рост интереса к парентеральной форме фосфомедицина. Почему этот интерес, он, собственно, появился? Две причины. Первая и, наверное, наиболее важная – это проблемные, реестентные, грамо-отрицательные инфекции. Вот, допустим, вот у нас внутривенный фосфомедицин был доступен уже, ну, достаточно давно, да, то есть в Штатах только в, насколько я помню, в 2016 году начались клинические исследования внутривенной формы фосфомедицина. Значит, ну и вторая проблема, которая имелась, это грамм положительной инфекции, так называемые со сложностями эрадикации. Что это за инфекции? Ну, например, это стафилококковая эндокардит, стафилококковая бактеремия, да, то есть где мы, в принципе, имеем активные антибиотики инвитро, но, несмотря на это, мы не можем добиться эрадикации, да, то есть несмотря на инвитрочувствительность, ну, или энтерококковый, тот же самый инфекционный эндокардит. Значит, вот этот момент очень сложный, да, то есть если вот спросить, значит, о спектре активности фосфомедицина, то, ну, однозначно, да, то есть вот в отношении этого микроба активность значимая есть, в отношении этого нет, очень сложно ответить, да, то есть, поэтому, ну, давайте пытаемся разобраться и посмотреть, какие же микробы обычно инвитрочувствительны. Это многие энтеробактерии, да, то есть самое важное в данном случае это кишечная палочка, да, то есть кишечная палочка, она обычно является инвитрочувствительной. Ну, кроме нее, цитробактер, клепсиелокситока, протеус мирабелис, раус пейнери, эдварциела, ну, и достаточно большой перечень представителей, представителей порядка энтеробактералис. Гемофильная палочка чувствительна обычно и нейсерия, но это не очень клинически значимо, потому что вряд ли мы с вами будем лечить инфекции, вызванные гемофильной палочкой или нейсериями с помощью фосфомедицина. А вот энтеробактерии, это действительно важно, да. Далее, грамм положительные аэробные коки. Это стафилококи, в первую очередь золотистый стафилококк, это пиогенный стриптококк, это пневмококк. Ну, соответственно, из этого всего перечня важны нам практически только стафилококки, потому что стриптококковая инфекция, пневмококковая инфекция вряд ли имеет смысл опять-таки лечить фосфомедицином. Некоторые анаэробы, то есть это грамм положительные анаэробные коки, пептококки, пептострептококки, также чувствительные обычно инфекции к фосфомедицину, точнее как, они подавляются достаточно низкими концентрациями фосфомедицина, но с клинической точки зрения нам опять-таки это не очень интересно, потому что у нас есть другие препараты, которые активны при анаэробных инфекциях. Далее, часто реистентные, то есть часто реистентные ряд энтеробактерий, например, это клепсилопневмония, то есть очень часто клепсилопневмония, она может быть устойчивой к фосфомедицину, и вот сейчас мы посмотрим на коробопиномористентные штаммы клепсилы, там часто ген фос-А может находиться в составе той же самой плазмиды, на которой находятся гены, кодирующие коробопинемазы. Значит, некоторые, ну то есть соответственно энтеробактерии, очень сложная группа здесь для описания, скажем так, кишечная палочка в подавляющем смысле чувствительна, многие другие клинически значимые энтеробактерии, то есть все зависит от локальной эпидемиологии, применяется ли у себя фосфомедицин или нет. Далее, снегнойная палочка также часто бывает реестентна и подавляется только очень высокими экстрациями фосфомедицина, но в целом, опять-таки, сложно сказать, является ли природно данный вид чувствительным. То есть формально, например, в геноме у снегной палочки часто присутствует фосаген, который не экспрессируется обычно, у снегной палочки есть масса адаптивных механизмов, которые могут повышать значение МПК, соответственно, но тем не менее, что касается и энтеробактерий, и снегнойной палочки цинтобактера, особенно энтеробактерий и снегнойной палочки, то в целом в составе комбинированной терапии, то есть применение фосфомедицина, оно может иметь определенную сферу интереса. Значит, природно нечувствительно, то есть надо понимать, что некоторые есть возбудители, которые природно нечувствительны. Это некоторые энтеробактерии, например, представители семейства марганелляции, марганелла-маргания, типичный представитель, ну и все граммы отрицательные анаэробы, да, соответственно. Значит, но также вот нам, наверное, будет интересен вопрос, а что же мы можем получить из бак-лаборатории, какие результаты? В отношении каких возбудителей бак-лаборатория нам может определить чувствительность? Если мы посмотрим на рекомендации, вот последнюю версию, и Европейского комитета по определению чувствительности, и рекомендации МАКМАХ по определению чувствительности, то есть которые здесь совершенно идентичны, мы увидим, что возможность лабораторной определения чувствительности к фосфомедицину есть для энтеробактерий и есть для стафилококков только, да, соответственно. Вот если мы посмотрим на случай пронтерального применения фосфомедицина, Мы видим, что вроде бы здесь есть возможность определения не только референтным методом микроразведения, определения минимальной потолочной концентрации, но и применения дискодиффузионного метода, соответственно. Кстати, для микробиологов, которые сейчас у нас присутствуют, хочу обратить внимание, что если вы дискодиффузионный метод используете, то диск должен содержать 200 микрограмм фосфомицина, потому что на рынке есть диски с меньшим содержанием фосфомицина, то есть регламентировано использование только дисков, содержащих 200 микрограмм фосфомицина. Но опять-таки, если мы посмотрим примечания для предназначительности в плане оценки возможности применения парентеральной формы фосфомицина, то у нас есть примечание 2, что референтный метод, то есть это метод разведений в агаре, то есть есть примечание C и D, которые нам говорят следующее, что если мы не можем применять референтный метод разведений, то есть соответственно для определения МПК, мы можем только определить чувствительность дискодиффузионным методом, то валидные эти результаты только фактически для кишечной палочки. То есть если мы хотим определить чувствительность других энтробактерий, то же самое клипсиелы, нужно определение МПК, соответственно. Дискодиффузионный метод недостаточно валидирован. Ну и далее, если все-таки применяется дискодиффузионный метод, то есть особенности учета результата. То есть мы видим, что вот если бы это была бы ситуация определения чувствительности, допустим, у интеракова кванкомицину, и мы увидели бы такие вот колонии внутри зоны подавления роста, мы бы сказали, что там резистентные. Но для фосфомицина нет, да, то есть мы, соответственно, в этом случае учитываем зоны подавления роста без учета, да, вот этих вот изолированных колоний внутри зоны подавления роста. Что касается стафилококков, да, то есть то для стафилококков, для их определения чувствительности, мы видим, что дискодиффузионный метод, он не валидирован, и речь может идти только об определении МПК методом разведения вагалия. То есть не для очень широкого перечня возбудителей мы можем запросить у лаборатории результат определения чувствительности квасомицину. Является ли это, ну, такой вот определяющей проблемой, ограничивающей применение внутривенного фосфомицина? На самом деле не очень, да, то есть почему? Потому что очень важны взаимодействия фосфомицина с другими препаратами. Вообще надо понимать, что с исключением лечения неосложненных инфекций мочевых путей, в остальных, во всех случаях, монотерапия фосфомицином – это то, что применяться не должно, да, то есть еще это комбинированная терапия. А уже в составе комбинированной терапии, да, то есть вот это, соответственно, вот вопрос взаимодействия с другими группами препаратов, он встает на первое место, да, то есть в этом случае. Значит, вот иногда можно слышать такие сомнения и фактически заблуждения, да, то есть это в реальность, соответственно, вопросы, которые были заданы, что, ну, вот знаете, вот ведь мы определяем чувствительность с добавлением глюкозы-6-фосфата, да, то есть при этом условия тестирования инвитро, да, то есть они отличаются от того, что есть в организме. Ну, например, вот добавляем глюкозы-6-фосфата, его в моче нет, да, то есть мы лечим инфекцию мочевых путей. То есть условия инвитро-тестирования, они кардинально отличаются от того, что есть в организме. Ну, извините, так всегда, да, то есть дело в том, что на чашке или в питательной среде мы не сможем с вами сымитировать, да, то есть полностью все условия, которые есть в местах локализации инфекции, да. И глюкоза-6-фосфат, он, соответственно, добавляется не так просто, да, то есть почему? Потому что фосфомицин использует два типа транспортеров для проникновения в микробную клетку. Значит, один, который конститутивно экспрессируется, использует глицерол-3-фосфат, да. Но в среде, которую стандартно используют для проникновения чувствительности, значит, это среда Миллер-Хинтона, там мы видим высокие конституции глюкозы и фосфата, да, то есть и этот транспортер, да, то есть достаточно важно, да, он в этом случае, его активность редуцируется. И поэтому, добавляя глюкоза-6-фосфат, мы, соответственно, индуцируем второй транспортер. И вот использование методики, которая используется для проникновения чувствительности, оно, ну, в некомерии суррогатно, да, то есть нам помогает нивелировать вот эти вот особенности. И надо понимать, что критерии интерпретации, да, то есть они валидируются, они валидируются, и, соответственно, если есть критерии интерпретации, то, пожалуйста, вы можете их использовать. Надо понимать, что за этим, да, стоит достаточно большой объем лабораторной работы, проведенной. Итак, вот до этого мы с вами пытались рассмотреть спектр активности, да, то есть еще раз повторяю это сделать, ну, очень непросто, потому что действительно, ведь фосфомедицин, еще раз это препарат, если мы возьмем интервенный фосфомедицин, для комбинированной терапии, да, то есть и даже при наличии достаточно высоких значений МПК к фосфомедицину, есть данные, да, то есть и инвитро моделей, инвиво моделей, которые нам говорят, что синергизм между фосфомедицином и другими препаратами, он может делать данный препарат клинически значимым при определенных инфекциях. Итак, для фосфомедицина высококлиническое значение, это кишечная палочка, да, то есть и поэтому при неосложненном цистите, пероральная форма фосфомедицина, видимо, на терапии, она может использоваться, да, соответственно. Но в целом ряде случаев фосфомедицин может использоваться в составе комбинированной терапии, да, то есть это те же самые инфекции, вызванные энтеробактериями, да, то есть причем не только кишечной палочкой, а это инфекции стафилококковые, это инфекции энтерококковые, это инфекции, вызванные синегнойной палочкой. И третья группа, это там, где, ну, в принципе, возбудитель, да, оцинитобактер, он природно устойчив к фосфомедицину, поэтому клиническое значение маловероятно, но в скобках, видите, написано возможно. Почему? Потому что, опять-таки, есть инвитроданные по синергизму фосфомедицина с рядом препаратов, ну, и в целом, да, то есть в целом, это вот наличие возможного синергизма, да, то есть делает возможным, правда, маловероятным применение фосфомедицина в составе комбинированной терапии, как терапия отчаяния при инфекциях, вызванных оцинитобактером, в случае, если штамм является экстремально или панреистентным. Ну, и вот также, что отличает фосфомедицин от других всех групп антибиотиков, это совершенно отдельный механизм действия. Ну, точнее как, эффект, в принципе, это эффект, который продуцируется при действии любых препаратов, нарушающих синтез клеточной стенки. Но фосфомедицин, он, точку приложения, это именно начальные этапы синтеза клеточной стенки, да, то есть фактически он тормозит синтез N-ацетилмурамовой кислоты, которая является прекурсором фактически, да, вот демиров пептида гликана. И, соответственно, если мы не имеем материала для постройки клеточной стенки, то здесь, в этом случае, не только нарушается процессом деления клетки, да, то есть вообще это крайне быстрый бактерицидный эффект в результате развивается. То есть мы имеем тотальное нарушение клеточной стенки, которое приводит к образованию сферопластов и быстрой гибели микробной клетки. Вот именно, на самом деле, когда был фосфомедицин впервые обнаружен, да, изначально фосфомедицин, как его называли, как раз-таки и наблюдали формирование сферопластов при, соответственно, вот внесении в среду с бактериями культуры стептомицид, продуцирующих фосфомедицин. То есть, вот, соответственно, это быстрый бактерицидный механизм действия. Кроме того, что еще интересно в плане действия фосфомедицина, потому что мы здесь имеем место в воздействии на начальные этапы синтеза пептидогликана, то бактерицидность отмечается не только в отношении делящихся клеток, растущих клеток, но и в отношении клеток, находящихся в относительном, да, то есть покое. И поэтому фосфомедицин, вот один и в комбинации с другими антибиотиками, также достаточно активен в отношении бактерий, находящихся в структуре биопленок, да, то есть вот есть целый ряд работ, которые показывают, что комбинация фосфомедицина с другими антимикробными препаратами резко, резко модифицирует структуру биопленок и приводит к гибели микробных клеток в составе биопленок. Но, безусловно, у фосфомедицина есть определенные проблемы, да, то есть не зря мы все время говорим, что фосфомедицин – это препарат для комбинированной терапии. А почему для комбинированной терапии? Потому что, если мы будем провести монотерапию, то крайне высок риск развития устойчивости в процессе терапии. И здесь есть, соответственно, механизмы, которые имеют разные значения, да, то есть вот первые, соответственно, два типа механизма, за счет снижения проницаемости и модификации мишени, это то, что, соответственно, является не приобретенными механизмами устойчивости, а фактически является адаптивными механизмами устойчивости. Ну и тоже самое сниженные палочки, да, то есть это все присутствует. Но снижение проницаемости, модификация мишени, да, то есть при развитии этих механизмов, соответственно, вот есть работа, которая показывает, что это ведет к снижению конкурентоспособности данных микробных клеток, и поэтому считается, что длительное применение достаточно широкой фосфомедицины в амбулаторной практике для лечения инфекций мочевых путей не привело к существенному росту реестентности, потому что, как мы только удаляем фосфомедицины с среды, клетки, которые к нему устойчивы, они менее конкурентоспособны, и чувствительность она восстанавливается. Но, к сожалению, вот механизмы, связанные с инактивацией препарата, наиболее распространен здесь вот гены, белок, да, то есть фос-А получается, который кодирует марганинс-зависимую лютион-эс-трансферазу, вот это механизмы устойчивости эпидемиологично очень неприятные, да, то есть, например, вот, как мы уже говорили, у достаточно большого количества штаммов клипсилопневмонии, которые устойчивы к карбопенем, за счет продукции карбопенемаз, одна и та же плазмида, да, то есть может нести, соответственно, и ген, ответственный за продукцию карбопенемаз, и ген вот этого вот фос-А, да, то есть поэтому реэстентность, она, безусловно, для фосфомедицина является проблемой, и поэтому фосфомедицин в виде монотерапии, то есть внутривенной, мы не применяем, это всегда комбинированная терапия. Ну вот о чем мы уже, соответственно, с вами проговорили, что несмотря на относительную легкость селекции устойчивости инвитра, клиническое значение этого однозначно не установлено, то есть мы не можем четко сказать, что такие-то повышения значения МПК приводят к каким клиническим последствиям, да, соответственно. Про снижение конкурентоспособности тоже с вами мы проговорили, да, то есть и про то, что применение в состоянии комбинированной терапии похоже во многом нивелирует проблему развития устойчивости. Ну и если говорить про комбинированную терапию, спросите, какие же комбинации имеют смысл применять, да, то есть на самом деле очень много работ, которые посвящены взаимодействию фосфомицина с другими антибиотиками. И в принципе мы с вами практически там не увидим случаев антагонизма, да, то есть мы имеем в виду в случае аддитивного, описание аддитивного эффекта, но со многими группами препаратов в отношении широкого перечня возбудителей мы можем видеть описание синергизма, да, то есть, например, четко, совершенно мы можем видеть синергизм с бетлоктамами. И это очень легко объяснимо, потому что в этом случае мы с вами действуем на разные этапы синтеза клеточной стенки, да, то есть, кроме того, фосфомицина, кажется, может еще модифицировать активность пенициносвязующих белков, то есть ферментов, которые ответственны за синтез клеточной стенки. Естественно, если мы действуем с вами на разные этапы одного и того же процесса, то мы с вами вправе рассчитывать на синергизм. Есть синергизм с торхиналонами. Почему? Потому что торхиналоны приводят опосредственно, да, то есть, к повреждению функции наружной клетчатой мембраны и повышают проникновение фосфомицина в микробную клетку, даже если есть определенные мутации, да, то есть, которые снижают проникновение фосфомицина в микробную клетку. Далее, если мы посмотрим на отдельные возбудители, например, на снегной палочку, да, то есть, мы видим, что целый ряд исследований, они продемонстрировали инвитросинергизм с такими препаратами, как астрианам, как аминогликозиды, конкретно из них, амикоцин и гендамицин, как крабопинемы, конкретно, вот, миропинем, как полимексины, цифипим, цифтозидим и цифрофлоксацин. Для ацинтобактера баумании был продемонстрированный инвитросинергизм с амикоцином, синергизм с сульбоктамом, и, в принципе, да, то есть, теоретически мы можем с вами ожидать синергизм с полимексинами также. Что касается грамм положительных микроорганизмов, то также, черт, показан синергизм с бетлоктамными антибиотиками по вышеуказанной причине, да, соответственно, и с такими группами, как гликопептиды и липопептиды, да, ну, вот, я думаю, что Дмитрий Александрович в дальнейшем он расскажет, да, то есть, про, в частности, клинические исследования на данную тематику. И что еще, в принципе, может быть интересным, это то, что фосомицин может снижать нефротоксичность, да, то есть, нефротоксичных препаратов, таких как аминогликозиды, таких как гликопептиды и полимексины. Ну, скажете, хорошо, многое перечислено, но что же, да, то есть, нам здесь комбинировать? Ну, на самом деле, если мы возьмем, допустим, синегнойную палочку и возьмем с вами ацинтобактер, то достаточно логичная комбинация для того и другого, да, то есть, это, соответственно, полимексины. Если мы возьмем синегнойную палочку, то достаточно логична будет комбинация бетлоктамов, да, то есть, и фосомицина, возможно, да, то есть, плюс что-то еще. Что касается граммоположительных возбудителей, да, то есть, ну, здесь перечислено все, в основном, это гликалипопептиды, в отдельных случаях это бетлоктамные антибиотики. Ну, вот из последних работ, да, то есть, которые можно увидеть, это такая комбинация в отношении синегной палочки, как цифтозидим и боктан плюс фосомицин. В чем же здесь принцип, да, то есть, принцип не только в том, что и цифтозидим, да, то есть, и фосомицин действуют на один тот же конечный продукт, да, то есть, на синтез клеточной стенки, но и в том, что цифтозидим и вибоктан, он значительно замедляет возможность развития устойчивости к фосомицину, соответственно, да, то есть, такая публикация, она присутствует. Теперь, теперь очень важный еще момент, это дозирование, да, то есть, почему, потому что, ну, вот, часто приходится слышать, что, ну, применяли фосомицин тривенный, что-то не впечатлились, да, то есть, причем, если поинтересоваться, когда применяли, то бывают случаи следующие, то есть, либо фосомицин дали вообще один, как один из этапов, да, то есть, терапии, либо фосомицин дали четко не понимая, что за возбудитель, либо дали, ну, один-два грамма три раза в сутки, да, то есть, фосомицина. Но, если мы посмотрим на имеющиеся сведения, да, то есть, мы видим, что низкий режим дозирования, это фактически гомеопатия, да, то есть, если мы вот здесь взглянем на данную публикацию, данная публикация, это, она являлась, значит, одним из этапов подбора режима дозирования для проведения клинических исследований внутривенного фосомицина. И мы с вами в этом случае увидим, да, то есть, что снижение, да, то есть, снижение количества микробных клеток при режимах дозирования, например, вот, один грамм каждые шесть часов, да, то есть, ну, существенно хуже, чем 4 грамма каждые шесть часов или 8 грамм каждые шесть часов, соответственно, да, ну, вот суммирующий такой график, который нам вот, ну, на самом деле показывает, что между разными режимами дозирования, да, то есть, в плане воздействия изначально чувствительной штаммы, ну, огромная разница на самом деле абсолютно имеется. Значит, вот в клинических исследованиях, которые проводились, я думаю, что, опять-таки, Дмитрий Александрович на них более подробно остановится, но вот нас интересуют две работы конкретные из них, мы видим, что в обоих случаях, да, то есть, и в одном, и в другом используются режимы терапии 6 грамм три раза в сутки, то есть, суточная доза 18 грамм, да, то есть, при введении одной дозы 6-граммового в течение часа. Ну, вот, значит, если вы задаете мне вопрос, какого же наиболее адекватный предиктор эффективности, вообще фосомицин – это препарат активности, которая зависит от времени экспозиции или от концентрации, да, соответственно, то, ну, на самом деле нет вот такого, знаете, четкого ответа, что вот этот параметр является наиболее адекватным предиктором активности, да, соответственно, вот, если мы посмотрим работы старые совсем, то там говорится, что наилучшим предиктором активности является, значит, поддержание концентрации свободной фракции фосомицина выше МПК в течение, ну, достаточно длительного периода времени, да, то есть, что он более времязависимый препарат. Но если же мы с вами посмотрим работу уже вот десятых годов, то все-таки мы увидим, что приходит к выводу, что фосомицин – это антибиотик, активность которого больше зависит от концентрации, нежели чем от времени экспозиции. В принципе, если мы возьмем все наиболее распространенные, да, то есть, вот, предикторы активности, это, соответственно, отношение площади под фармакической кривой к МПК, да, то есть, даже мы можем увидеть некоторые работы, которые вводят некоторые новые параметры, да, то есть, предиктор активности, но мы не будем вот в дебре здесь углубляться, из тех, что стандартно используется, да, то есть, это ПФК к МПК, наиболее адекватный предиктор активности. Значит, если мы опять-таки посмотрим на вот весь, пусть и не очень большой, да, то есть, массив работ по соотношению фармакинетики, фармадинамики фосомицина, мы можем прийти к выводу, что, ну, приемлемые режимы дозирования – это, соответственно, суточная доза от 12, а лучше от 16, да, то есть, грамм в сутки до 24 грамм в сутки в 3-4 введения. Ну, и если так вот спекулятивно относительно, да, то есть, вот, ну, волюнтаристки попытаться прийти к какому-то одному режиму дозирования, да, то есть, который вот, видимо, видимо, на настоящий момент измеряющий данных является наиболее оптимальным, то, вероятно, это и есть режим дозирования, который использовался вот при проведении клинососледований последних с внутривенным фосомицином. Это, соответственно, 6 грамм 3 раза в сутки, то есть, суточная доза 18 грамм при длительности введения каждой дозы, дозы порядка 1 часа, да, то есть, ну, вот, соответственно, скоро будет еще статья по продленной инфузии фосомицина, но, скорее всего, там не будет каких-то значимых преимуществ. Ну, посмотрим, соответственно. Значит, ну, кто-то скажет, а все-таки, ну, знаете, это много давать, высокие, большие дозы, давайте мы дадим, может быть, 1-2 грамма 3 раза в сутки. Но еще раз хочу повторить, что такие низкие дозы, это просто фактически фосомициновая гомеопатия, да, то есть, ну, смотрите, соответственно, зависимость, да, то есть, воздействие на число микробных клеток в зависимости от дозы фосомицина, которую мы даем в режиме терапии, да, то есть, 3 раза в сутки. Мы видим здесь 4, 8 или 12 грамм, да, то есть, все прекрасно у нас достаточно. И видим здесь, что если мы будем давать 1 или 2 грамма в сутки, то в этом случае, да, то есть, ну, микробы просто не почувствуют то, что им пытаются принести какой-то на самом деле вред, да, то есть, поэтому, если вы не хотите давать вот высокие дозы фосомицина, лучше не давать его вообще. Значит, ну, вот как-то выглядит, да, то есть, сопоставимо на разных графиках, да, то есть, мы видим, что 1 или 2 грамма в сутки, 1 или 2 грамма 3 раза в сутки, да, то есть, насколько картинка даже визуально отличается от тех ситуаций, когда мы даем 4, 8 или 12, ну, или 6, да, давали бы мы грамм фосомицина 3 раза в сутки. Итак, какие же мы можем сделать выводы, да, то есть, однозначно, у фосомицина в плане внутривенного применения есть интересный очень аспект, да, то есть, это вообще потенциальный широкий спектр активности. Что крайне важно, это быстрая бактерицидная активность, это синергизм со многими антибиотиками других классов, это отсутствие перекрестной реестентности с антибиотиками других классов, правда, ассоциированную устойчивость мы можем с вами видеть, да, то есть, если гены реестентности к разным классам препаратов находятся на одном мобильном генетическом элементе, да, на одной плазмиде. Если речь идет о, скажем так, вот нарушении проницаемости, да, то есть, либо каких-то мутационных механизмах реестентности, то, насколько видно, да, то есть, это быстрая деселекция реестентности, быстрое вымывание реестентности из популяции. Ну и, безусловно, это благоприятный фармакокинетический профиль и благоприятный профиль безопасности. Да, кстати, мы с вами вот не проговорили про фармакинетику, но вообще, значит, это маленькая молекула, она хорошо распределяется в организме, объем распределения превышает 30 литров, соответственно, для фосфомедицина. Что касается клиренса, да, то есть, в основном это ренальный клиренс, то есть, если мы общий клиренс посмотрим, это где-то, соответственно, 8 литров в час, ренальный где-то 6 литров в час из них, да, то есть, соответственно, путь выведения в основном через, в основном через почки. Ну и по проникновению в разные сложные локусы, да, то есть, ну, наиболее сложный локус такой, это центральная нервная система, да, то есть, соответственно, при, вот, значит, введении доз вышеописанных, в принципе, да, то есть, мы видим поддержание концентрации больше 16 мг на литр в течение, ну, практически 90% интервала дозирования. Правда, этого опять-таки все равно недостаточно для монотерапии, но тем не менее, да, то есть, мы можем констатировать, что фосфомицин, ну, у него нет проблем, да, с проникновением в какие-то локусы, где, где, соответственно, может быть инфекция. Но есть и минусы, да, то есть, ну, про пероральный прием мы с вами говорить сегодня не будем, потому что у нас темно-тривенный фосфомицин. Безусловный минус – это возможность селекции стоимости в процессе терапии. Правда, не очень понятно, да, то есть, это граница, которая приводит к неэффективности использования фосфомицина в составе комбинированной терапии. Далее, это некоторые методологические сложности приобретения чувствительности, да, то есть, мы видели с вами, что дискодиффузионный метод, он не во всех случаях применим, и для широкого перечня микроорганизмов критериев интерпретации нет, да, то есть, ну, и следующая проблема – это ограниченный объем данных по эффективности, да, то есть, соответственно, многое, что вот мы сегодня говорим про внутривенный фосфомицин, это вещи, основанные не на, значит, доказательной базе, да, вот, соответственно, а на единичных инвитро- и инвиво-моделях. Коллеги, на этом у меня все, спасибо за внимание. Далее мы с вами перейдем уже к тому, все-таки какая доказательная база у нас есть. Вот я очень рад приветствовать Дмитрия Александровича Попова. Я думаю, что Дмитрий Александрович, он в представлении не нуждается, он постоянный участник наших вебинаров. Дмитрий Александрович, ну, все-таки, вот, какие у нас есть данные доказательные, да, соответственно, данные клинические по применению внутривенного фосфомицина? Здравствуйте, Андрей Владимирович, здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы очень рады, что сегодня к нам присоединилось достаточно много людей, интересующихся проблемами терапии инфекций, в том числе проблемных. И говоря, вот, скажем, о том, что на затравку бросил Андрей Владимирович, ну, я бы мог ответить просто. Каких-то исследований с супервысоким уровнем доказательности мы с вами вряд ли сейчас найдем. Вот, но мы попробуем сейчас с вами посмотреть, что у нас есть в литературе. Это с одной стороны. С другой стороны, мне может быть легко выступать, потому что препарат достаточно давно известен, довольно много, что по нему можно найти в литературе. С другой стороны, проблема, скажем, моя несколько затруднена тем, что все те, большинство тех исследований, которые мы можем видеть, это достаточно маленькие исследования, зачастую неконтролируемые, зачастую проведенные ретроспективно, с малым объемом выборки. Ну, по крайней мере, то, что есть, мы попытаемся с вами сейчас посмотреть. И, ну, традиционно, прям буквально два слова. Если кто-то вдруг случайно не видел список приоритетных возбудителей по версии Всемирной организации здравоохранения, это те микроорганизмы, которые грызут весь мир и грызут нас, как мы можем видеть под данным карты антимикробной резистентности. Именно эти микроорганизмы, энтеробактерия, синегнойная палочка, ацинетобактер, устойчивые к большинству имеющихся средств, они, конечно, являются основной мишенью для каких-то новых терапевтических подходов или хорошо забытых, старых, или тех, в которых находятся вдруг какие-то новые точки применения. Ну и стафилококия, как уже также было сказано, в основном мы здесь говорим об инфекциях, трудно поддающихся лечению, это также серьезная проблема. Что мы можем с вами видеть? Если мы посмотрим на те, скажем, данные, которые опубликованы в настоящее время в литературе, я хотел бы начать с такого вот знакомства, первого знакомства с обзора под авторством Матео Басетти, который написал в соавторстве статью про 10 старых антибиотиков, которые никогда не исчезнут. И фосфомицин здесь расположен на почетном пятом месте с показаниями для лечения мочевых инфекций, вызванных продуцентами БЛРС и теми как раз полирезистентными патогенами, о которых я только что сказал. Обратите внимание на дозу, также предлагается 16 граммов в сутки вводить, это статья 2015 года. Также подчеркивается, что препарат достаточно неплохо переносится. Как уже отмечалось, препарат является достаточно оригинальным, как в отношении своей молекулярной структуры, так и в отношении механизма действия. Он является аналогом фосфогенол-перувата, и, соответственно, проникая внутрь клетки, он блокирует ранние стадии продукции пептидогликана, как граммоотрицательными, так и граммоположительными бактериями, причем те механизмы устойчивости, которые там есть, они зачастую не имеют столь большого значения, перекрестной резистентности между другими антибиотиками у фосфомицина не отмечено. Важно то, что препарат обладает быстрым бактерицидным действием, как уже, опять же, отмечалось, в основном это, конечно, стафилококки, энтерококки и энтеробактерии, но синегнойная палочка – это также микроорганизм, который может быть в ряде случаев подавлен путем воздействия фосфомицина, и, наверное, оценито-бактер все-таки вряд ли это какая-то суперактуальная мишень. Препарат не связывается с белками плазмы крови, очень хорошо проникает в ткани, я добавлю к тому, что сказал Андрей Владимирович, эта пенетрация увеличивается при наличии воспаления, и, например, при инфекции центральной нервной системы, а именно менингите, концентрация фосфомицина существенно выше, нежели чем, если бы воспаления бы не было. Также препарат характеризуется определенной активностью в биопленках, в основном это инвитровые данные, которые, скажем, в клиническом аспекте как-то отдельно не изучались. И то, что крайне важно, и, собственно, то, для чего мы фосфомицин и хотим сейчас в основном использовать, это используя его синергитный эффект с рядом препаратов, в первую очередь с теми препаратами, которые активны в отношении клеточной стенки микроорганизма. Уже показывали вот эту вот молекулу маленькую по сравнению с большой молекулой ванкомицина, например. Ну, это скорее более такое, может быть, эмоциональное сравнение, но, наверное, в какой-то степени характеризует большинство тех фармакокинетических характеристик, которые мы у этого препарата знаем. Когда мне поручили подготовить эту тему, мы вместе с Андреем Владимировичем вспомнили старый американский боевик с элементами комедии, а именно «Красная жара». И там всем известный персонаж, который потом стал губернатором одного из штатов, по-русски вот именно таким образом и спросил. Так вот, когда Андрей Владимирович меня спросил, какие мои доказательства в отношении клеточной медицине, я нарисовал следующее несколько слайдов. Наверное, вот это самое крупное исследование, которое в настоящее время есть, это систематический обзор и метаанализ. Это целых 128 исследований, которые описывают внутривенное применение фосфомицины у 5,5 тысяч пациентов. Соответственно, что мы можем здесь видеть? Основные показания, которые были, это сепсис и бактериемия, это инфекция нижних дыхательных путей, вообще респираторного тракта, это мочевые инфекции, инфекции центральной нервной системы, ну и по чуть-чуть были инфекции сердечно-сосудистой системы, инфекции женской репродуктивной системы, кожей мягких тканей и интраабдоминальной инфекции. По спектру возбудителей превалировали стафилококи, на втором месте была кишечная палочка, и в основном это вклад, безусловно, исследований, в которых описывалось применение фосфомицина при инфекциях мочевыводящих путей, на третьем месте синегнойная палочка, дальше по убыванию меньше 10% остальные микроорганизмы, которые могут быть чувствительны к фосфомицину и его комбинациям с другими препаратами. Если посмотреть на то, что мы здесь увидели, то, что увидели авторы, то, что мы с вами можем увидеть в их публикации, что как в монотерапии, так и в комбинированной терапии фосфомицин по сравнению с препаратами, которые использовались для сравнения, показал во всяком случае не худшую эффективность, а в ряде случаев эффективность его превышала таковую по сравнению с теми препаратами альтернативными, которые в данных исследованиях применялись. Мы можем с вами здесь обратить на очень большой разброс в дате публикации данных исследований. Мы помним, что препарат появился в 1969 году, когда, в принципе, про доказательную медицину особо не знали и узнали еще очень нескоро. И в основном это были описания клинических случаев, из которых, в принципе, можно сейчас какую-то статистику вытащить. Но есть ряд достаточно более свежих исследований. Одно из исследований, которое получило название ZEVS, в 2017 году было опубликовано, оно описывало применение фосфомицинок по сравнению с пипероцелином тазобактамом у пациентов с осложненными инфекциями мочевыводящих путей, включая пиелонефрит. Это были взрослые пациенты, которые были госпитализированы в стационар. Традиционные две ветви исследования, рандомизация, соответственно, пациенты в ветве фосфомицина получали 18 граммов в сутки фосфомицина, 6 грамм 3 раза в виде 1-часовой инфузии, и группа сравнения получала пептаза 4,5 грамма также 3 раза в сутки. В соответствии с традиционным дизайном клинических исследований оценивали эффективность его по соответствующим конечным точкам. Соответственно, фосфомицин применялся здесь парантерально. Если мы посмотрим на основные результаты, первичная конечная точка – это была общая эффективность терапии в популяции микробиологически оцениваемых пациентов, равно как и в вторичной конечной точке по клиническому излечению, мы здесь видим, что препарат достиг критерия non-inferiority, то есть не уступающей эффективности по сравнению с пипероцелином тазобоктавом. При этом можно с вами видеть, что частота эрадикации возбудителей была несколько выше в группе фосфомицина по сравнению с пептазом. Еще раз на всякий случай подчеркну, это одно из немногих исследований, где использовалась монотерапия внутривенным фосфомицином. То, что в принципе в настоящее время, наверное, имеет достаточно ограниченную применимость. Также интересны больные с бактериемией, которые развивали ее на фоне вот этой инфекции мочевыводящих путей, включая пиел и нефрит. Мы также видим, что внутривенный фосфомицин был во всяком случае не хуже по сравнению с пипероцелином тазобоктавом. Как уже отмечалось, основное достоинство фосфомицина – это то, что он очень хорошо дружит с большинством других антимикробных препаратов. И что приятно, в основном это наблюдается синергидный эффект. И если мы с вами обратимся к соответствующим исследованиям, как правило, безусловно, это исследования инвитровые, которые в принципе пока демонстрируют синергидные действия с большинством бета-локтамных антибиотиков. Но что интересно, бывают контроверсальные такие результаты, когда, например, получены данные и о синергизме, и о антагонизме. Например, с астрономом. Я сейчас затруднюсь как-то прокомментировать механизм, возможно, это какие-то методические вещи, но в целом такой общий вектор – это, безусловно, синергидное действие. То же самое можно говорить про фторхинолоны, про гликопептиды, про ленизолит, что интересно. Это, конечно, препарат, который в принципе блокирует синтез белка, но в данной ситуации здесь также наблюдался синергизм рифампицин и даптамицин. Несколько позже я коснусь именно последней комбинации фосфомицина и даптамицина. И, собственно говоря, то, что было в той большой таблице, можно в качестве примера показать одно из исследований. Каждая строчка предшествующей таблицы – это практически отдельное исследование. Соответственно, мы с вами видим, что были взяты два стандартных штамма микроорганизма. Это метицилин-резистентный золотистый стафилококк и золотистый стафилококк с промежуточной чувствительностью к гликопептидам. И, соответственно, мы с вами можем видеть, что если воздействовать фосфомицином, имипенелом или цифтриаксоном на данные микроорганизмы, ничего хорошего не получается. В принципе, это и ожидаемо. Но если мы возьмем с вами комбинацию и любой из этих препаратов скомбинируем с фосфомицином, то мы получим существенное снижение концентрации микроорганизмов в соответствующей модели при экспериментальном инфекционном эндокардите. Все это находит достаточно активное клиническое применение. Но, опять же, достаточно трудно это проанализировать, потому что, как правило, это отдельные клинические случаи, которые в качестве таких клинических случаев и публикуются. В качестве примера инфекция, вызванная золотистым стафилококком, который мало того, что был метицилин-резистентный, он еще и был устойчив к даптомицину. Это был пациент с остеомиелитом и установленной системой электрокардиостимулятора, которая на фоне возникшей бактериемии совершенно закономерно электрод колонизировался и развился электродный эндокардит. Данную систему электрокардиостимуляции у пациента убрали и целых два месяца терапии в виде комбинации даптомицинов в высоких дозах с фосфомицином в также высокой дозе, 24 грамма в сутки, привело к купированию инфекции. То есть вылечился и остеомиелит, и электродный эндокардит. Но в принципе то, что электродный эндокардит вылечился, это скорее больше определялось, на мой взгляд, тем, что систему кардиостимуляции убрали. Но в целом, безусловно, здесь описан случай такой торпидной инфекции с труднокупируемой бактериемией. Есть короткие такие, ну скажем так, есть статьи, описывающие серию клинических случаев. Опять же, это меньше 20 больных, например, как в этой статье. Это инвазивная инфекция, вызванная метициллинорезистентным золотистым стафилококком. Подавляющее большинство этих инфекций, это был инфекционный эндокардит. 75% вот этих несчастных 16 пациентов, ну я надеюсь, что им всем все-таки после терапии полегчало, несчастных в том плане, что их было мало. Терапия фосфомицином в комбинации с имепенемом использовалась в качестве такого элемента отчаяния. И логика здесь была в том, что происходит некоторое изменение экспрессии пенициллин, связывающих белков, и метициллинорезистентные золотистые стафилококки, извините за вульгаризм, становятся менее метициллинорезистентными, и имепенем получает определенную возможность, скажем, на данный патоген воздействовать. Я забыл, говоря о предшествующем варианте, это синергизме фосфомицин с даптомицином, сказать, что фосфомицин в данной ситуации снижает электрический потенциал бактериальной клетки, чем облегчает, скажем, взаимодействие даптомицина с клеточной стенкой. Возвращаясь к данному описанию клинических случаев, назначение комбинации фосфомицин с имепенемом позволило достичь клиренса бактериемии в течение трех суток. И у одного пациента развилось нежелательное лекарственное явление, а именно гипернатриемия, что в принципе достаточно ожидаемо, но может быть использовано и на пользу, как мы это, кстати, сделали буквально на прошлой неделе у одного из наших больных, которого на фоне течения полиорганной недостаточности и надпочечниковой недостаточности развелась гипернатриемия, наличие у него инфекционного эндокардита, вызванного золотистым стафилотоком, позволило нам использовать комбинацию дапта с фосфомицином для того, чтобы полечить его от данной проблемы, заодно и сперегировав ему уровень натрия. Но, наверное, это не самый главный эффект фосфомицина. Если мы с вами вернемся к исследованию ЗЕВС и посмотрим, что нам может дать фосфомицин даже в режиме монотерапии при лечении инфекций, вызванных проблемными микроорганизмами, не знаю, насколько сейчас можно считать кишечную палочку, продуцирующую БЛРС, таким уж проблемным микроорганизмом, но, тем не менее, получены данные, что удалось достичь более 90% успеха при лечении именно больных из этой подгруппы. То есть, когда мы говорим о инфекции мочеводящих путей, вызванной кишечной палочкой, продуцирующей бета-локтомазы расширенного спектра, и, в принципе, здесь особых преимуществ по сравнению с пептазом, который использовался в качестве компаратора, не было выявлено, но, тем не менее, такая опция также вполне возможна. Еще одно исследование, 116 пациентов, плюс этого исследования, то, что оно проспективное, использовалась достаточно невысокая доза фосфомицина, это 12 или 16 граммов в сутки. Здесь опечатка на слайде, нет, не все правильно, прошу прощения. И вы видите спектр показаний, на самом деле, показания, они очень широки, наверное, Владимир Витальевич об этом скажет несколько подробнее, но, по большому счету, лечить можно практически все и практически у всех. Препарат может быть назначен, начиная с периода новорожденности. Соответственно, в данном исследовании превалировала инфекция нижних дыхательных путей, пневмония, также были пациенты с инфекциями костей и суставов, традиционной инфекции мочевыводящих путей, ну и ряд других уже по отдельным, прям буквально считанным случаям. Что мы здесь с вами можем увидеть? Что достаточно высокая частота клинического излечения. С одной стороны, мы видим высокий вот этот процент, с другой стороны, мы видим малое количество наблюдений. А когда мы видим малое количество наблюдений, то, конечно, о какой-то статистике трудно говорить, трудно говорить о воспроизводимости этих результатов, в особенности в разрезе по времени, потому что помимо антибактериальной терапии, лечения пациентов с инфекциями, сейчас оно совершенно другое, нежели чем было даже 5 лет назад, или даже 3 года назад, новые методики появляются и так далее. Поэтому здесь, конечно, сравнивать довольно сложно. Но, тем не менее, даже при такой сложной локализации очага, как инфекция костей и суставов, как инфекция центральной нервной системы, мы с вами можем видеть, что частота клинического излечения превышает 80%, а при мочевых инфекциях так и практически 100%. Также для эндокардита достаточно красивые цифры, 83%. Замечательная вообще цифра. Здесь, безусловно, все применялось в комбинациях, но, тем не менее, это очень хорошая цифра. Опять же, малое количество наблюдений. Также достаточно обнадеживающими являются и данные по эрадикации патогенов, которые также превышают 80%. Если мы посмотрим с вами на процент клинического излечения в разрезе по возбудителям, на удивление, наименее такие обнадеживающие результаты были выявлены при лечении инфекций, вызванных МРСА, всего половина больных поправилась. При синегнойной инфекции, при инфекции, вызванной кишечной палочкой, например, здесь процент приближается уверенно к 90%. Также, если инфекция вызывалась полирезистентными патогенами, в том числе, продуцентами БЛРС и панрезистентными патогенами, конечно, комбинация с фосфомицином позволила достичь очень хорошего, скажем, излечения процента. Но, опять же, мы с вами понимаем, что это исследование несравнительное. А если, скажем, даже где-то и были традиционные режимы терапии, то в рамках метаанализа сложить это все в одну систему не представляется возможным. Соответственно, еще, если мы посмотрим с вами на исследования, которые могут показаться все-таки имеющими определенный статистический вес, ну, с одной стороны, многоцентровое исследование, греческое исследование, Греция нас давно пугала своей устойчивостью на международных конгрессах, когда мы еще, скажем, только-только столкнулись с продуцентами бета-локтомаз расширенного спектра, нам уже рассказывали про карбопенемазы. Так вот, греческое исследование, 11 отделений реанимации и всего 48 пациентов. Опять же, очень небольшое количество. Основные очаги – это бактерия и вентилятор-ассоциированная пневмония. Но все микроорганизмы здесь, опять же, были, в кавычках, греческие, экстремально резистентные или панрезистентные, и превалировала клепсиэлла пневмония и синегнойная палочка, продуцирующая карбопенемазы. Статья достаточно свежая, относительно свежая, но несмотря на то, что авторы написали, что они определяли с помощью ПЦР соответствующие карбопенемазы, в статье, к сожалению, не указано, какие это были карбопенемазы. Но, в принципе, мы, наверное, можем предполагать, что в случае клепсиэллы это были КПС, в случае синегнойной палочки мне достаточно трудно сейчас, скажем, спрогнозировать, что это было. Может быть, Андрей Владимирович помнит, чем греки тогда были богаты. Может быть, это был и ВИМ, не знаю, мне трудно сказать. Но что здесь опять делалось? Фосфомицин использовался в основном в комбинациях с колистином, с тегициклином, с гента. Достаточно мало было вариантов комбинации с меропенемом, и было несколько случаев терапии, комбинированной с пипероцелином, тазобоктавом. Опять же, обращаю внимание, высокая доза суточная, 24 грамма, и длительность терапии 14 суток. Получилось, что общая клиническая эффективность 54%, и такой парадоксальный вариант, но опять же, может быть, это следствие, скажем, определенных статистических издержек, следствие малой выборки, в подгруппе панрезистентных патогенов 60%. Это очень неплохие цифры для больных отделений реанимации интенсивной терапии, у которых имеется тяжелая инфекция, вентилятор ассоциированный, пневмония, бактериемия, вызванные вот такими устойчивыми патогенами. Соответственно, эрадикация возбудителя составила 56%, 28-дневная летальность 38%. Опять же, это цифры, звучащие вполне реально для такой категории пациентов. Также таким достаточно слабым местом данного выбора вакцинации, 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 вакцинации. Коллеги, Дмитрий Александрович пропал только у меня или у всех на экранах? Ваен Витальевич, выйдите к нам, пока Дмитрий Александрович подключается. Потеряли по дороге. Временно пропал, да. Но я думаю, сейчас вот он с нами. Но не целиком. Сейчас подключится. На самом интересном месте. Слайды уже видим. Дмитрий Александрович, не видим. Теперь видим и все. Продолжаем. Сейчас уже есть, да? Да, да. Замечательно. Сейчас я домотаю до слайда, который у меня был. До того, как все случилось. Это явно Шварценеггер наверное что-то делает. На сто процентов. Вайден, Вайден. У нас тут... Не будем произносить слова, которые не стоят. И, собственно говоря, слабым местом этого исследования является то, что был сравнительно короткий такой катам, сравнительно короткая длительность наблюдения пациента после, скажем, все ограничилось 28 днями, что с одной стороны общепринятая цифра для больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, но хотелось бы, конечно, знать, что с этими пациентами случилось в последующем. Хотя считается, что в последующем, скажем, если наблюдается неблагоприятный исход, то он связан уже с чем-то другим. Но оставим это на откуп авторам, которые сказали, что требуется проведение дальнейших исследований. И, наверное, это совершенно справедливо. И мы рано или поздно получим более, скажем, статистически мощные исследования и публикации, в которых будет проанализирована возможность применения фоспометрины в различных комбинациях при лечении ряда проблемных инфекций. Сказал уже Андрей Владимирович насчет важности адекватной дозы. Еще одно исследование, которое это абсолютно иллюстрирует. Но также здесь высвечена еще одна проблема. Мы с вами знаем, что пациенты, которые нуждаются, например, в интенсивной терапии, пациенты, которые лечатся от каких-то тяжелых проблемных инфекций, это пациенты, которые имеют достаточно, скажем, измененные фармаконетические характеристики большинства препаратов, в том числе и антимикробных. И связано это с тем, что у данных пациентов разнонаправленно изменяется объем распределения данных препаратов. Достаточно вспомнить с вами объем распределения и клиренс. Нам достаточно вспомнить, что пациенты с сепсисом лечатся достаточно высокими объемами жидкости. Эти больные могут получать инотропные препараты, которые повышают почечный клиренс. А с другой стороны пациенты могут быть с различным уровнем почечного повреждения, как хронической болезнью почек, так и остро возникшей ситуации, которая будет соответственно очень сильно нам мешать при дозировании антибиотиков, в том числе и фоскламицина. И авторы здесь делают такой интересный вывод, что пациентов с высоким клиренсом, например, при гипердинамическом типе кровообращения, на фоне той же инотропной поддержки, может быть, более эффективно было бы использование 6 раз в сутки, но здесь, конечно, серьезный вопрос будет к натрию и ко всему остальному. Говоря про ЭУКАСТ, которого сегодня уже касался Андрей Владимирович, применительно в определении чувствительности к фосфомицину, я открою этот документ на каких-то начальных страницах, где мы с вами можем видеть те дозы, которые в настоящее время наши коллеги рекомендуют для терапии. И мы с вами можем видеть, что вот те высокие дозы, о которых мы сегодня с Андреем Владимировичем говорили, они вполне имеют свое основание. Более того, если мы с вами обратимся к методическим рекомендациям по лечению инфекций, вызванных полирезистентными возбудителями, это такой общий документ, который был разработан при поддержке и силами наших основных сообществ, которые занимаются антимикробной терапией, мы можем видеть, что та максимальная доза, которая прописана в инструкции, 16 граммов, может быть вполне увеличена до 24, если мы воспользуемся теми возможностями, которые нам может дать созданная в конкретном стационаре по поводу конкретного пациента врачебная комиссия. И, соответственно, тоже немаловажный момент, это переносимость внутреннего фосфомедицина, если сказать в двух словах, то она очень даже и неплохая. То есть данный препарат, несмотря на то, что формально относится к фосфороорганическим соединениям, он имеет достаточно благоприятный профиль безопасности, и переносимости. Основное, самое такое неприятное, что можно получить, это желудочно-пишечные расстройства, но такие достаточно слабые, но то, что может быть важно для больных, находящихся в условиях интенсивной терапии, это все-таки достаточно высокая натриевая нагрузка, с которой, по всей видимости, приходится считаться, когда мы используем высокие дозы препаратов. Безусловно, препараты должно все это происходить под соответствующим мониторингом электролитов. Если опять же посмотреть на те исследования, которые были, это были и сравнительные исследования, и несравнительные, мы опять же видим, что частота развития данных исследований, данных нежелательных явлений, она исчезающе мала. И кроме того, здесь, как и в любых клинических исследованиях, связь с препаратом, она в основном всегда предполагается неизвестно доподлинно. Это зачастую делается по усмотрению врача-исследователя. Также, видите, вы здесь можете видеть, что абсолютно не различались варианты, когда пациенты лечили фосфомицином и препаратами сравнения, например, по развитию лейкопении, по каким-то другим нарушениям в клиническом анализе крови. То есть, в принципе, все было абсолютно сравнимо. Каких-то специфических побочных реакций, кроме гипернатриемии, наверное, скорее всего. И здесь, наверное, вряд ли можно из этих данных найти. Соответственно, очень важный момент это применение фосфомицина у детей. Дети, они в плане развития инфекции и подверженности тем проблемным микроорганизмам, они ничуть не, скажем, находятся не в выигрышном положении по сравнению со взрослыми. Здесь также все достаточно неплохо, но абсолютно в том же ключе, как и со взрослыми пациентами. То есть, исследований каких-то крупных мы с вами не найдем. Это описание клинических случаев разного наполнения или серии клинических случаев. И, как правило, это все достаточно успешно выглядит как при лечении уроинфекции, так и при лечении тяжелых инфекций, включая сепсис. Я напомню, что мы можем применять фосфомицину детей с периода новорожденности. И, резюмируя прям вот такими крупными мазками, то, что уже сегодня, опять же, мы с Андреем Владимировичем говорили. Среди плюсов, я остановлюсь только на плюсах, потому что о минусах уже, в принципе, было сказано. Механизм действия уникальный, бактерицидное действие. Препарат охватывает те проблемные микроорганизмы, которые нам нужно подавить, чтобы вылечить пациентов. Безусловно, наличие парентерального препарата – это то, что позволяет нам использовать его у пациентов, которые нуждаются в достаточно высоких дозах. Это хорошая переносимость, благоприятный профиль безопасности и то, что, собственно говоря, выходит из тех описаний случаев, исследований, которые мы с вами сегодня видели, то, что препарат проверен временем. Но хотелось бы его, конечно, еще проверить в более каких-то статистически значимых инических исследованиях, но в определенной степени длительная история препарата это определенным образом все-таки как-то нивелирует. Посмотрим, какие данные у нас будут получаться в последующем. Спасибо большое за внимание. Адмире Станович, пока вопросов у нас от аудитории нет. Предлагаю предоставить слово Ориенталь еще для такого фактически резюмирования, то есть, где вот мы видим действительно необходимость применения данного препарата в клинической практики сейчас. Андрей Владимирович, можно я добавлю прям чуть-чуть, здесь нет еще одного вопроса, куда? Ну, это так, в качестве, в качестве, я правильно. Ну, как внутривенно, куда? Андрей Владимирович, приду, а я бы назвал там, что, где, когда еще можно было и так далее. Ну, да ладно, на самом деле, дорогие коллеги, добрый день, кто присоединился к нам, моя задача, в последнем выступать всегда значительно легче, потому что моя задача там до простоты облегчена. И, собственно говоря, ничего суперсущественного я добавить, наверное, не смогу, а скажу я вот о чем. Так, что-то у меня как-то, да. Ну, наверное, начну с того, чем закончил Дмитрий Александрович. Привлекательность для клинициста прежде всего. Бактерицидная активность, важно для нас это или не важно? Однозначно важно. Мы говорим сейчас о том, что, особенно, когда мы говорим с вами о жизнеугрожающих инфекциях, и уж тем более, если мы говорим с вами о сепсисе, мы говорим о том, что надо преимущественно использовать бактерицидные препараты, поскольку это время зависимое состояние. Мы уже говорили о том, что он потенцирует антимикробное действие, и надо сказать, что, я может прослушал, не особо прозвучало, но действительно существует у фосфомицина иммуномодулирующий эффект, стимуляция фагоцитоза, и это описано, причем описано довольно давно, это было еще там на той заре, на заре появления этого препарата. Уже говорили сегодня о биопленках, и это очень важно, у нас не так много препаратов, которые действительно проникают или видоизменяют эти биопленки, позволяют другим антибиотикам работать. Что очень важно, у препарата практически нет нефротоксичности, очень высокая терапевтическая широта, о чем говорят и вот эти дозировки, которые достигают совершенно спокойно до 24 грамм в сутки. нет взаимодействий, ни химических взаимодействий, ни фармакологических взаимодействий с другими препаратами, он, поскольку молекул очень маленькая, легко проникает в различные регионы, но и что очень важно, он хорошо пенетрирует через гематоэнцефалический барьер с созданием высокой концентрации спинномозговой жидкости, вы знаете, что это крайне такая проблемная категория пациентов, лечение пациентов с менингитом, вот фосфомицин здесь может быть крайне полезен. Еще одно его необычное свойство, которое было описано у пациентов с муковисцидозом, но тем не менее, это вы видите нефропротективное свойство. Исследование довольно простое было для группы пациентов, ну, стандартная терапия это бромицин и полимексин для этих пациентов, для пациентов с муковисцидозом, а у второй категории пациентов вводился еще и фосфомицин 15 грамм в сутки. И оценивалась и функция почек там традиционными методами, и маркеры, которые позволяют оценить повреждения почечной. Оказалось, достоверно, значима достоверная разница между первой и второй группой. И так, нефропротективные свойства фосфомицина, оно нам пригодится. Касательно инструкции, Дмитрий Александрович, об этом говорил, вот передо мной препарат фосфомицин, что приятно, у нас есть наш отечественный препарат, «Кроссфарма» выпускает его, и опыт применения этого препарата показывает, что, в общем, это хороший воспроизведенный препарат. И вот открывая инструкцию, вы видите, показания к применению на удивление широкий спектр, практически исчерпывающий спектр показаний. Назначая препарат фосфомицин, вы, ну, так скажем, не выйдете за законодательное поле, что называется, вас не возьмут за что-нибудь и не скажут, что вы назначили его офф-лейбл. Особенно приятно, что вы видите миенгит и сепсис и бактериальный эндокардит, это все входит тоже в инструкцию, но, как уже было сказано неоднократно, конечно, не в качестве монотерапии, ни в коем случае. Говоря о группе пациентов, кому назначать препарат фосфомицин, ну, наверное, следует вспомнить факторы риска. Мы опять же с вами говорим о скате, мы говорим с вами о стратификации пациентов и понятное дело, что это пациенты, которые относятся к категории, вот к третьему типу пациентов, там он делится ААБ, там довольно мутная между ними граница, но будем по старинке относить его к третьему типу пациентов и мы с вами помним фактор риска, когда надо подозревать, что инфекция у пациента связана с резистентными штаммами. Вот фактор риска, вы всех знаете, энтеробактерии, которые продуцируют бета-локтомазы расширенного спектра действия. Вот медицинный резистентный стафилококк и фактор риска, что это будет МРСА, а не чувствительный стафилококк. Говоря о фосфомицине, работ действительно очень немного сейчас, и я, в общем, на самом деле думаю, что больших работ и не появится. Собственно, кому поддерживать эти исследования? Препарат не оригинальный, компания, которая бы его готова была вкладывать огромные деньги во крупные постмаркетинговые исследования, там, четвертую фазу. Ну, наверное, скорее всего, таких компаний не будет, поэтому мы будем ориентироваться с вами на те исследования, которые существуют сейчас, и на те случаи, или на те небольшие исследования, которые будут появляться в ближайшее время, благодаря, вот, опять вхождению этого нового старого препарата. Так вот, говоря о медицинном резистентном стафилококке, работы есть действительно, комбинированная терапия его для лечения эндокардитов, она показывает некие преимущества у этого препарата, поэтому место ему там, ну, вполне можно найти. Хотя, конечно, справедливости ради, надо сказать, что наличие восьми или девяти препаратов активных против МРСА, начиная с ванкомицина и заканчивая там долбованцином, например, препаратами, в общем-то, большой проблемой не составляет лечение МРСА-инфекции. Но, тем не менее, как комбинированная терапия, в особых случаях фосфомицин может быть использован. Синегнойная палочка, вот одна из наиболее проблемных, один из наиболее проблемных микроорганизмов в настоящее время. Мы с вами помним, что и видим, что последние годы доминирует у нас клепсиела, а синегнойная палочка занимает традиционно второе и больше даже третье место среди всех назокомиальных инфекций. Я не уверен, я не знаю, что будет в ближайший год с учетом вот этого двадцатого года ковида, бестолкового использования антибиотиков на догоспитальном, да и на госпитальном этапе. Вполне возможно, что синегнойная палочка опять займет свое достойное место, а микроорганизм крайне проблемный с точки зрения различных, наличия различных механизмов резистентности. и вот тут фосфомицин касательно препарата для комбинированной терапии, синегнойной палочки, он вполне может, не вполне может, а находит достойное место. Ну и карбопенем резистентные энтеробактерии, об этом тоже уже говорили, вот фактор риска, который, когда стоит задуматься о наличии такого рода микроорганизмов. На что нам ссылаться в клинике и на что нам ориентироваться? Ну прежде всего, конечно же, это на те методические рекомендации, их сегодня уже упоминали, которые опубликованы были в частности, я не на многих сайтах вы можете их найти, но в частности вот опубликованы были вестники анестезиологии и гранитологии за 20-й год на методические рекомендации, которые были довольно мучительно написаны несколькими крупными сообществами медицинскими, и они так и называются диагностики антимикробной терапии инфекции, вызванных полирезидентными микроорганизмами. Почему я еще в очередной раз упоминаю об этих методических рекомендациях? Потому как они прошли весь сложный путь до момента издания, и что очень важно, они подкреплены финансами. Вы знаете, что очень немало клинических и методических рекомендаций, которые у нас написаны и даже располагаются на сайте Минздрава, тем не менее неисполнимы в силу того, что под этим не лежат деньги и территориальные фонды ОМС говорят о том, что, знаете, нет денег, финансировать не будем и все такое прочее. Вот вся эта несостыковка наша российская. Так вот, эти методические рекомендации, они поддержаны в том числе и финансами, и оплата лечения, правильного лечения такого рода инфекции, она вполне возможна, и многие регионы этим пользуются, правда, кроме Москвы и Питера, которые до сих пор по старинке работают еще по тарифам, а не по КСГ. Что в этих рекомендациях написано? Ну, все довольно просто. Посмотрите, карбопинем резистентные штаммы энтеробактерии. Да, основные препараты, вот они здесь перечислены, это базовые препараты, конечно, это и цифтозидима, и бактам, конечно, это и карбопинемы, без сомнения, но что мы видим дальше? Дальше мы видим препараты, антибиотики для комбинации с базовыми препаратами, и достойное место здесь занимает препарат фосфомицин, и это касается проблемных микроорганизмов, карбопинем резистентной синегной палочки в том числе, тогда, когда мы имеем дело с жизнеугрожающим инфекцием, когда мы не видим с вами клинического ответа на проводимую терапию базовую. Фосфомицин, добавка, ну, в рекомендациях это 16 грамм, 4 грамма, 4 раза в сутки инфузиями, часовыми инфузиями так должно быть, да, действительно контролировать уровень натрия необходимо, но это пациенты, которые в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев лежат в отделениях реанимации, где проблем не составляет контроль уровня натрия. Синегнойная палочка, да, я сказал, тут спектр чуть поменьше препаратов базовых, вот они здесь перечислены, надо сказать, что цифтолазан, тазобоктам, препарат, который позиционируется как препарат очень хороший, надежный для лечения инфекций, связанных с синегной палочкой, но не продуцентом карбопенемаз, он преодолевает все другие механизмы инвестенции, увы, этого препарата у нас в наличии сейчас нет, и там, я не знаю, когда он появится, может, Андрей Владимирович там подскажет, но вот по моим представлениям, там, конец этого года, если все будет хорошо. И опять же, мы смотрим с вами, что в базовых препаратах, то есть в препаратах для комбинированной терапии опять звучит фосфомицин, и надо сказать, что работы есть, которые показывают, что фосфомицин в сочетании, например, с полимексином, это бромицином, они усилиют кирин бактерий, поэтому тут комбинации, возможно, разнообразные. Вот препараты для комбинации с базовым препаратом, и первое место, вы видите, занимает здесь фосфомицин, в случае тяжелого течения инфекции, сепсис, септический шок, то необходимо вводить в качестве добавки препарат фосфомицин. Что еще вот из тех работ, которые я оценил, это бактер. Тоже достаточно проблемный микроорганизм, который, вот я сказал, занимает второе место практически, ну и вы видите, что там выводы автора о том, что однодержившие результаты демонстрируют, что использование полимексина, амиронема и фосфомицина в комбинации может быть альтернативой для лечения инфекций, вызванных экстремально резистентным микроорганизмом, оценят бактером Баумани. Ну и, как обычно, нужны клинические исследования для истинной оценки и подобной вещи, то, собственно, чем заканчиваются обычно все современные статьи. Ну и я решил показать один из клинических случаев, надо сказать, что мы у себя достаточно широко и довольно давно уже, ну по современным меркам используем фосфомицин в качестве препарата для комбинированной терапии. Сегодня все начиналось с ковидом, ковидом, пожалуй, я, по крайней мере, и закончу. Вы видите, мужчина 46 лет, в конце года прошлого заболел, ПЦР положительная, стандартная ситуация для последних полутора лет уже практически. При КТ амбулаторно выполнено довольно серьезное поражение, справа 70, слева 35%, надо сказать, что не очень характерно в общем для ковида такая разница, обычно более-менее равномерное поражение справа и слева, ну вот такова ситуация была. Ну и, конечно, к сожалению, как обычно пациенту назначается антибиотик, какой-нибудь, какой под рукой есть, в данном случае это оказался препарат Севтреаксон. Ну вот диагноз его такой, дыхательная недостаточность, несмотря на такую чудесную терапию, через небольшой промежуток времени к концу недели у пациента ухудшение состояния, сохранялась гипертермия, дыхательная недостаточность стала нарастать, сатурация на воздухе 88, его госпитализировали в стационар. Ну и, опять же, там базовая терапия, которая на тот момент была принята, тем не менее, состояние продолжало ухудшаться, и буквально еще через 6 дней он потребовал переводную искусственную вентиляцию легких, при фракции кислорода практически 50% сатурации достигало до 95, без него она была ниже 80, ну и через некоторое время там по настоянию родственника этот перевод, пациент переводится к нам в институт склифосовского, инфекционный корпус, с вот таким диагнозом, с которым он к нам приезжает. И обратите внимание, я специально выделил, ну да, это вирусная инфекция, двусторонняя полисегентарная пневмония, дыхательная недостаточность, и вот что с ним приезжает вместе, вне больничной полисегментарной бактериальной пневмонии. Но согласитесь, коллеги, достаточно глупо писать слово вне больничной после того, как пациент две недели пролежал в стационаре, когда ему в течение недели проводилась искусственная вентиляция легких, и когда он поступал без бактериальной пневмонии. Вот он поступает с такими показателями, вы видите, выраженный лейкоцитоз, при этом прокальцитонин, надо сказать, не очень высокий у него, два, там два с небольшим монограмм на миллилитр, несмотря на то, что бактериальная пневмония. Почему такой невысокий прокальцитонин, сказать довольно сложно, но не исключено, что это могло быть связано с тем, что пациент получал и гормональную терапию на каком-то из этапов. Сложно сказать. Я покажу, что прокальцитонин очень здорово-то и не повышался. Это опять же говорит о том, что биомаркеры, они могут быть идеальными, и индивидуальный ответ каждого пациента может различаться в общем от среднестатистического показателя. Надо сказать, что он поступил уже с довольно высокими имноглобулинами G, что говорит о том, что он в общем теоретически был на пике болезни, на излете практически вот самой вирусной инфекции. Вот такая картинка у этого пациента была на КТ. Здесь она выглядит более-менее еще не так ужасно, а если посмотреть скан или вот вживую эту картинку, то, конечно, все гораздо печальнее выглядело. Ну и вот, там, скажем, этапы его лечения. Сейчас попробую, если получится. Да-да-да-да-да-да. Вот, мне кажется, да, видно там, что я показываю. Наверное, да. Вы видите, искусственная вентиляция легких. Он с этого к нам приехал, с этого начал. Синегнойная палочка в бронхоальгарном лаваже у нее была выделена в довольно большом титре, 10-8. Надо сказать, что за все время пребывания при многократных гемокультурах ни разу у нас положительной гемокультуры не было, но это не говорит о том, что ее не было на самом деле, бактеремии у этого пациента. Назначается ему меропенем 6 грамм и чуть позже назначается ему полиметин, поскольку мы не видим клинического ответа, нарастает у него цирреактивный белок, у него нарастает прокристанин начинает у этого пациента, ну и добавляется препарат полимексин. Все вроде бы казалось бы логично, синегнойная палочка, такая комбинация вполне возможно, но через небольшой промежуток времени он требует проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации и на фоне нарастания полиоргана недостаточность у него развивается еще и острая почечная недостаточность. Как вы понимаете, полимексин не самый лучший препарат в данном ситуации. Поэтому происходит смена терапии, назначается препарат дорепинем из соображений ровно одних, что это был оригинальный препарат раз, и во-вторых, мы знаем, что теоретически у препарата дорепинем среди карбопинемов большая активность в отношении синегнойной палочки. И назначается препарат фосфомицин. Мы назначаем его в дозе 24 грамма, в максимальной дозе, учитывая то, что у него объем распределения чуть больше ЭКМО проводится этому пациенту, и никаких нет рекомендаций относительно дозирования препаратов того же фосфомицина при проведении ЭКМО и гемофильтрации сеансов, которые этого пациента периодически необходимо было проводить, поэтому максимальная доза фосфомицина была назначена 24 грамма в течение довольно длительного времени. Надо сказать, что мы не достигли блестящего результата и радикации в течение 10 дней или 14 дней. Вы видите, понадобилась какая-то довольно длительная терапия этими препаратами, но тем не менее радикация синегронной палочки у этого пациента произошла, и все это сопровождалось снижением эликоцитоза и снижением прокальцитанина, которая, еще раз повторю, максимальная цифра его была не более 10. Ну и реактивный белок как очень неплохой показатель в данном случае он отражал эффективность этой терапии, по крайней мере. Экмо у него закончилось через довольно долгий промежуток времени, почти месяц продолжалось. Дальше этот пациент был переведен на спонтанную вентиляцию, но дальше присоединилась клепсиела, которая высевалась и в бронхо-альвеолярном лаваже. И надо сказать, вот этот пик, который вы видите здесь в повышении цирреактивного белка в течение нескольких дней и эликоцитов обусловлен был развитием у пациента холецистита, который потребовал дренирования в начале дренирования, а потом оперативного лечения. Ну и понятное дело, что поскольку мы имели клепсиелу, которая чувствительна была к цифтозидиму и бактаму, не металлобеталактамас там не было, окса-48, поэтому назначен был препарат цифтозидиму и бактам недолгий промежуток времени и эрадикация клепсиелы в том числе и была. Вот вам клинический пример привел применение препарата фосфомицин в качестве дополнительной терапии. Каковы тут аргументы были, еще раз повторю, другие препараты, которые были бы эффективны в данном случае, ну скажем, тот же самый полимексин, были относительные противопоказания, острая почечная недостаточность. Надо сказать, что фосфомицин, еще раз возвращаясь к его положительным свойствам, мало того, что нефропротективным действием обладает, ну вот как показывает одна из работ, по крайней мере этот препарат безопасен. Эффективность хороша, безопасность у этого препарата шире, поэтому кому назначать этот препарат фосфомицин? Конечно, пациентам, которым требуется комбинированная терапия, комбинированная терапия пациентов с полирезистентными или экстремально резистентными штаммами, в том числе и панрезистентными штаммами, вот из этой группы эскейп, ну прежде всего это, конечно, энтеробактерии и оценетобактеры, синий гнойная палочка. Касательно того, определять или не определять к нему чувствительность, ну вы видели и слышали, что это большой вопрос и остается открытым, поэтому этот препарат в силу его безопасности и достаточно, ну, описанной хорошо эффективности может назначаться с моей точки зрения без вот особых подтверждений чувствительности к нему есть она или нет. Мы его не в монотерапии назначаем. Вот, наверное, все, что я хотел сказать вам про применение фосформицина. Нужный, полезный препарат пришел к нам с 69-го года. Долгое время там относительно был забытый препарат, а сейчас препарат, который вполне может использоваться для комбинированной терапии. Спасибо. Спасибо, Владимир Витальевич. Я вижу еще полезную очень дискуссию Дмитрий Александрович в чатах произвел. Действительно, вот эта статья, вышедшая ну очень недавно, да, то есть это итальянские коллеги, там в составе авторов бессменный Матео Басетти, да, ну я думаю, что от нас, наверное, ну то есть ждут, вероятно, коллеги каких-то, вот, чтобы мы сказали четко, что конкретно лечить, да, то есть, ну это сложно сделать, на самом деле, вот, мы можем что сейчас четко сказать, да, то есть то, что режимы дозирования, да, то есть более-менее понятно, что нам, соответственно, здесь нужно. Значит, дальше, если мы вот пройдемся по проблемным резистентным возбудителям, ну вот сразу спросили про ацинтабактер, значит, есть ли смысл назначать фосфомицин, несмотря на то, что природно, вроде бы, ацинтабактер устойчив. В принципе, действительно, вот эта работа итальянская, хотя количество случаев общее там было, по-моему, что-то около 120 или 180, если не ошибаюсь, пневмонии, да, то есть мы видим, что итальянцы широко, на самом деле, применяли фосфомицин при ацинтабактерной этиологии, и действительно, там 30-дневная летальность, да, то есть, соответственно, независимым фактором, извините, который снижал 30-дневную летальность, было именно применение фосфомицина, да, то есть, невозможно между этими комбинациями что-то разграничить, но, если вот мы наложим на это дело, ну, соответственно, информацию теоретическую, такую, да, то, наверное, и возьмем чувствительность наших ацинтабактеров в России, наверное, наиболее адекватная комбинация будет то, что чаще использовали итальянцы, да, то есть, это полимексин, плюс фосфомицин и плюс либо сульбоктам, либо карбопенем, да, то есть, получается, исходя из действия на один конечный продукт, на самом деле, то есть, ну, естественно, какого-то вот такого жесткого клинического подтверждения, что такая вот схема, она будет лучше, но его нет, и быть не может, как во многих ситуациях, связано с проблемными резистентными возбудителями. Если же брать, допустим, синегнойную палочку, да, то есть, то тоже там имеет смысл, если это, ну, экстремальная резистентность, то есть, вот, мы часто видим такие ситуации R, 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 да, сплошные, вот, то есть, то там тоже, наверное, соответственно, это, значит, полимексин, где-то должно присутствовать, да, соответственно, плюс фосфомицин, плюс бетлоктам, какой-то наиболее активный. Если есть чувствительность к бетлоктамам антиснигнойным, да, то, соответственно, для цифтелозана тазобоктама это монотерапия очень легко, для, значит, других бетлоктамов фосфомицин в принципе, да, то есть, возможно, имеет смысл добавить, потому что другие бетлоктамы, они в отношении синегнойной палочки попадают в окно селекции резистентности. Если же мы будем говорить про энтеробактерии, то при инфекциях, вызванных проблемными резистентными энтеробактериями, полимексины, ну, не надо, да, то есть, потому что частоустойчивость сейчас уже очень высокая, поэтому там, если уж говорить о комбинациях, да, то есть, это, соответственно, базовый бетлоктам, да, то есть, возможно, фосфомицин, ну, с ГРАМ-плюс возбудителями, тут уже более-менее понятно, да, то есть, Дмитрий Александрович, мне кажется, подробно рассказал, что стафилококковый эндокардит, то есть, девайссоцированной инфекции, это, соответственно, даптомицин плюс фосфомицин, либо антистафилококковый бетлоктам, то есть, плюс фосфомицин, ну, наверное, как-то так можно подытожить, но, конечно же, тут невозможно не согласиться вот с этими, значит, группы греческих авторов, которые метанализы и систематические обзоры постоянно делают, мне вывод постоянно, что нужны дополнительные данные, да, то есть, безусловно, по внутривенному фосфомицину, конечно, нас интересует в дальнейшем, да, то есть, вот, получение дополнительных данных, да, соответственно, вот, ну, коллеги, есть что-то у вас сказать дополнительное по этому поводу? У меня вопрос есть, Андрей Владимирович, вот, с другой стороны, ведь действительно, препарат был забыт на очень приличный период времени, ну, кроме урологов, поди, никто о нем сильно-то и не помнил, а вот с чем было это связано, почему вдруг там такой ренессанс возник, из-за того, что действительно нечем лечить, или из-за того, что появились работы, которые вот единичные, которые говорят, что это хорошо и полезно, и дальше, вот как снежный ком стал нарастать его применение? Ну, как раз таки, это вот эти две проблемы, да, то есть, это проблемные, реистентные, грамо-отрицательные возбудители. Коллеги, у нас звук не накладывается друг на друга случайно? Нет, все нормально. Все нормально. Нормально, да. Значит, ведь, в принципе, стало достаточно быстро понятно, что при монотерапии устойчивость к хостомедицину развивается достаточно быстро. Ну, и стали появляться грибы другие, группа антибиотиков, да, то есть, ну, соответственно, могли приняться, видимо, на терапии. Ну, и вот появление проблемы вот экстремальной устойчивости, то есть, оно подняло вопрос комбинированной антибиотикотерапии на новый совершенно уровень, да, то есть, и мы же с вами также забыли когда-то про полимексины, да, то есть, мы их очень долго не помнили. Вот, то же самое произошло и с фостомедицином. Ну, и с другой стороны, вот, грамм положительные возбудители, там, несмотря на обилие, казалось бы, относительное препаратов инвитроактивных, иногда непросто добиться эрадикации возбудителя при наличии чувствительности, да, то есть, и фостомедицин там может использоваться именно с этой целью. А тогда у меня еще один вопрос. Средиземная проблема. Да, тогда у меня еще один вопрос, ну, с точки зрения клинициста. А надо ли вообще определять чувствительность к фостомедицину вот у этих, у этих микроорганизмов и у этой категории пациентов, у пациентов с жизнеугрожающими инфекциями, когда мы видим полиэпанрезистентный и так далее, надо ли вообще фостомедицин включать вот в панель для определения? Для препаратов, для которых, для возбудителей, для которых есть критерии интерпретации, да, да. А вот в продолжение вопроса, который задал Владимир Витальевич, Андрей Владимирович сегодня говорил в основном про дискодифизионный метод и про метод микроразведений. Но мы знаем, что в достаточно большом проценте лабораторий используются автоматические анализаторы, для которых существует, ну, скажем, ряд вопросов по ряду препаратов в плане валидности тех результатов, которые получаются. Ну, например, тот же Ванка. Вот что касательно фосфомедицина, здесь можно на эти цифры ориентироваться? Потому что у меня на самом деле есть такой вот двойной вариант. Один говорит, что можно, другой, что также нужно осторожно. Дмитрий Александрович, поймали просто, поймали своим вопросом. Ну, здесь, если говорить как бы с точки зрения академической, то если у вас приборы, да, то есть прошивка, учитывая вообще последние, да, то есть вот интерпретационные критерии, то он будет вам выдавать результат, да, соответственно, вот тому, что сейчас есть. Я понял, просто, я прошу прощения, прошивку-то можно поменять, и многие ее кастомизируют, то есть поставить там эту цифру 32 и больше-меньше никакой сложности не составляет. И в картах на грамм плюс и на грамм минус присутствует фосфомедицин. Критерий МПК, он универсален, как для грамм плюс и как и для грамм минус, он 32. Вот просто та история с глюкозой 6-фосфатом, который вот имеет определенное значение при постановке дискодиффузионного метода на агаре Мюллера-Хинтона. Вот насколько, может быть, я просто не знаю, может быть, у вас есть эта информация в картах, эта проблема имеет свое значение какое-то, или можно все-таки на это ориентироваться? Это учитывается, то есть там, соответственно, должен быть тоже, насколько я понимаю, глюкоза 6-фосфат. А там нету Мюллера-Хинтона, который в себе содержит проблемную составляющую, то есть получается, что там он и не нужен, так же, как и в методе микроразведения. Ну, в общем, это вопрос, наверное, который следует спросить, узнать у производителей, ну, на мой взгляд. Но вопрос важный, потому что, если мы все-таки для каких-то микроорганизмов выдаем чувствительность к фосфомицину, это, возможно, будет сподвигать клиницистов к тому, чтобы использовать данный препарат в режимах комбинированной терапии при определенных, скажем так, проблемах. Хотите честно? Хотите честно? Хотим. Ну, вот, в принципе, вот, на сегодняшнюю секунду, на вот сегодняшний момент у меня есть очень серьезное ощущение, что данные по чувствительности они действительно нужны при монотерапии инфекции мочевых путей пероральной формы. В ситуациях, про которые мы сейчас говорим, и мне кажется, что Владимир Владимирович этим закончил, то есть, что инвитро-чувствительность, возможно, она не очень многое нам говорит о потенциале применения фосфомедицина в комбинированной терапии. Поэтому, если мы говорили бы сейчас об инфекциях мочевых путей и монотерапии пероральным фосфомедицином, соответственно, это бы однозначно здесь довольно-таки важнее. Если же говорить о такой ежедневной клинической практике, то здесь фосфомедицин это один из компонентов терапии спасения, то есть, принципы, вызванных проблемными реистентными возбудителями, либо, если мы перейдем в грамм положительный спектр, для того, чтобы повысить вероятность эрадикации. И факт, что там нам именно значения полученных, то есть, МПК, многое скажут. Поэтому, с точки зрения, на мой взгляд, фосфомедицин отличается принципиально от многих других препаратов, для которых я бы занял очень принципиальную позицию в плане определения чувствительности лабораторного. Вот где-то осталось место врачебному искусству. Что вы говорите? Я говорю, хоть где-то... Владимир Витальевич, я хотел сказать, что хоть где-то осталось место врачебному искусству, в том числе и при назначении фосфомедицина. А можно я еще вопрос Владимиру Витальевичу задам? Сейчас, сейчас, буквально три копейки вставлю, потому что я не зря задал эти вопросы все. По одной простой причине, когда вы стали рассказывать про глюкоза-6-фосфат, например, из среды Хинтона, я себя почувствовал индейцам перед паровой машиной, приблизительно так, где-то. Думаю, сейчас они нырнут еще глубже, я совсем буду полным идиотом, уеду расстроенный домой. Но вот все вернулось назад. Вот позиция моей совершенно не отличается от вашей позиции с точки зрения фосфомедицина. Прежде всего, как клиницисты, как человеку, ну, далекому от лабораторной диагностики, так назовем. Препарат безопасный, ну, прямо скажем, да, с большой терапической широтой. Препарат, который можно назначать при почечной недостаточности. Препарат с маленьким этим самым весом, размером молекул, проникающий хорошо, в том числе туда, куда и другие с трудом проникают. И поэтому назначение в виде, ну, так кавычках, эмпирического добавки при тяжелых инфекциях, когда мы не видим результата, ответа и так далее, я не беру там стоимость и все такое прочее, вреда-то не принесет, а польза от него вполне возможна. Поэтому в этом плане препарат, мне кажется, для клинической практики очень даже очень даже хорош, возможно, он даже лучше, чем, ну, если можно так сравнивать, чем тот же самый полимексин, достаточно опасный препарат, чем комбинации тегициклина там с чем-то, ну, и так далее. Вот я бы с точки зрения простого крестьянина рассуждал бы, наверное, так. Вот. А вопрос можно? Ну, да. Как ведущему анестезиологу-реаниматологу, который лечил такого тяжелого пациента на ЭКМО? Там, насколько я понял, было острое почечное повреждение, у пациента была анурия, да? Ну, да, анурия была довольно долго, да. Я понял. То есть, там у вас в контуре ЭКМО колонка стояла, или вы делали какие-то... Нет, нет, параллельно два этих было. Ну, там разные этапы были, но было и параллельно ставили. В контуре не очень хорошо ее ставить колонку, потому что смысла большого нет, разной скорости. Поэтому два... Ну, понятно. Просто вопрос к тому, что молекула-то маленькая и вываливается практически при всех экстракорпоральных процедурах, и вот то, что она не связывается с белком, то вот эти 24 грамма нет ли, вот, может быть, попадалась где-то литература, где пролонгированные инфузии используются вот у этих больных именно во время проведения процедуры. У нас же нет возможности мониторинга. Да. Проблема... Почему 24, я уже сказал, потому что проводилась периодически. Мы старались проводить ему не постоянную гемофильтрацию, что обычно и делается, а все-таки дискретными, насколько это возможно было, это раз, учитывая то, что молекула вытекает. Сколько его осталось одному богу известно, и, может быть, вот такой длительный период эрадикации, который вот там в течение чуть ли не месяца был, возможно, был связан с тем, что мы просто, ну, в какие-то периоды не достигали там эффекта и так далее. Мы это понимали прекрасно, но, увы, никаких работ вот в плане того, что происходит с фосфомицином, нет. Мы тут затеваем как раз, у нас есть возможность измерять концентрацию, мы затеваем посмотреть, что бывает с препаратами при, ну, длительных этих процедурах, экстракорпоральных, и фосфомицин, понимая, что он, ну, в какие-то ближайшие годы, видимо, препаратом будет востребован, надо его будет включить тоже вот в это исследование. Ну, если есть такая возможность, это было бы, конечно, очень интересно. Ну, да. Ну, да. Ну, касательно вот продленной инфузии, в июне должна выйти публикация вот по исследованию по продленной инфузии фосфомицина. Там, например, идет по применению пациентов с экстракорпоральными методами детоксикации. Ну, я думаю, что если вот кто-то сделал бы такую работу у нас, это было бы интересно, на самом деле. Сделаем, наверное. Так, ну что, коллеги, возвращаемся к праздникам? Нет, что-то вот нас спросили. Да нет, прокомментировали. А, все, да, да. Ну, да, трудоемкий процесс. Конечно, трудоемко. Вообще лечить трудоемко больных и затрат на ничего не скажешь. Проще лечить и помереть, это естественно, но, увы. Сейчас Родина взялась за летальность, она поняла, что что-то не то происходит, так что заниматься этим всем. Ну, где взялась-то мы... Да мы отпустила. Будем оптимистами. Что мы и делаем последние 50 лет. Ну что, коллеги, предлагаю завершить. То есть, посмотрю, у нас аудитория уже снизилась в два раза, то есть, вероятно, 6 мая это не очень предрасполагающая дата для очень длительных разговоров. Но мне кажется, что сегодня мы сказали все, что можно сказать о данном препарате, с учетом того, какой объем информации он есть на настоящий момент в медицинской литературе, соответственно. Поэтому, да, вот я думаю, что поскольку в России препарат есть, то это одна, кстати, сфер для научных работ, на самом деле, которых не очень много в мире по внутривенному фосомедствию. Но почему бы здесь нам не поработать над этим? Все, согласно. Давайте. Ладно, хорошо. Всем спасибо большое. С наступающими праздниками. С наступающими Днем Победы. Святой праздник, пожалуй, наиболее праздничный праздник среди всех остальных. Будем надеяться, что погода восстановится, станет майской наконец-таки. Не знаю, что сейчас в других регионах происходит, но в Смоленске погода, мягко говоря, не радует нам майские праздники. Да и у нас. К нам сейчас пришли смоленские дожди. Они утром начались у вас, а под середину дня пришли сюда. Так они у нас не заканчиваются. Вот в чем дело, понимаете? Да, плохие для нас перспективы. Поехали, красотар, там тепло, говорят. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всех благодарю. Спасибо всем. Счастливо. До свидания. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова